Теодор Драйзер, «Сестра Керри», роман, перевод с английского. Глава первая. Притягательная сила магнита. Во власти стихий. Когда Каролина Мибер садилась в поезд, уходивший днём в Чикаго, всё её имущество заключалось в маленьком сундучке, дешёвеньком чемодане из поддельной крокодиловой кожи, коробочке с завтраком и жёлтом кожаном кошельке, где лежали железнодорожный билет, клочок бумаги с адресом сестры, жившей на Ван Бьюрен-стрит, и четыре доллара. Это было в 1889 году. Каролине только что исполнилось 18 лет. Девушка она была смышлённая, но застенчивая, преисполненная иллюзий, свойственных неведению и молодости. Если, расставаясь с родными, она о чём-нибудь и жалела, то уж во всяком случае не о преимуществах той жизни, от которой она теперь отказывалась. Слёзы брызнули у неё из глаз, когда мать в последний раз поцеловала её, в горле защекотала, когда поезд прогрохотал мимо мельницы, где падённо работал отец. Глубокий вздох вырвался из груди, когда промелькнули знакомые зелёные окрестности города, и навек были порваны узы, которые не слишком крепко привязывали её к родному дому. Конечно, она могла сойти на ближайшей станции и вернуться домой. Впереди лежал большой город, который связан со всей страной, ежедневно прибывающими туда поездами. И не так уж далеко находится городок Колумбия-Сити, чтобы нельзя было поехать в родные края даже из Чикаго, что значит несколько сот миль или несколько часов. Каролина взглянула на бумажку с адресом сестры и невольно задумалась. Она долго следила глазами за зелёным ландшафтом, быстро мелькавшим перед нею, потом первые дорожные впечатления отошли на задний план, и мысли девушки, обгоняя поезд, перенесли её в незнакомый город. Она пыталась представить, какой он — Чикаго. Когда девушка восемнадцати лет покидает родной кров, то она либо попадает в хорошие руки и тогда становится лучше, либо быстро усваивает столичные взгляды на вопросы морали и становится хуже. Середины здесь быть не может. Большой город с помощью своих коварных ухищрений обольщает не хуже иных соблазнителей, самый опытный из которых микроскопически мал по сравнению с этим гигантом и принесёт человеку гораздо меньше разочарований. В городе действуют могучие силы, которые обладают такими способами проникнуть в душу своей жертвы, какие доступны лишь умному и тонкому человеку. Мерцание тысяч огней действует не менее сильно, чем выразительный блеск влюблённых глаз. Моральному распаду бесхитростной и наивной души способствует главным образом силы, неподвластные человеку. Море оглушающих звуков, бурное кипение жизни, гигантское скопление человеческих ульев — всё это смутно влечёт к себе ошеломлённые чувства. Какой только лжи не нашепчет город на ушко неискушённому существу, если не случится рядом советчика, который сумеет вовремя предостеречь. И ложь эта, пока не раскрытая, обольстительна. Зачастую она незаметна, как музыка, сначала размягчает, потом делает слабым, потом развращает неокрепшее человеческое сознание. Каролина, или сестра Керри, как её с оттенком ласковости называли в семье, обладала умом, в котором были ещё совершенно не развиты способности к наблюдениям и анализу. Она была поглощена собой, и этот эгоизм, хотя и не слишком явный, был, тем не менее, основной чертой её характера. Она была мила, трясноватой миловидностью переходного возраста, сложение её обещало в будущем приятную округлость форм, а глаза светились природной сметливостью. К тому же она была полна пылких мечтаний юности. Словом, перед нами прекрасный образец американки среднего класса, которую лишь два поколения отделяют от прадедов-эмигрантов из Европы. Чтение ничуть не увлекало Керри. Мир знаний был для неё за семью замками. Она пока совсем ещё не знала, что такое интуитивное кокетство. Она не умела игриво откидывать назад головку, часто не знала, куда девать руки, и хоть ножки у неё были маленькие, ступала она тяжело. Однако ей хотелось пленять. Она быстро усваивала, в чём заключаются радости жизни, и стремилась к материальным благам. Сестра Керри была плохо вооружённым маленьким рыцарем, который отважно ринулся на огромный загадочный город, чтобы попытать счастье, лелея безумной мечту о неясной далёкой победе, когда этот город, добыча и раб-завоевателя, будет лежать распростёртый под женской туфелькой. Это проговорил над её ухом чей-то голос один из красивейших маленьких курортов штата Висконсин. Вот как? Чуть нервно отозвалась Керри. Поезд уже миновал станцию Вокиша. Керри ещё раньше заметила, что позади сидит какой-то мужчина, и чувствовала, что он смотрит на её пышные волосы. Он не мог спокойно сидеть на месте, и Керри инстинктивно догадывалась, что она вызывает в нём интерес. Девичья скромность и чувство приличия подсказывали ей, что нельзя допускать с его стороны ни малейшей фамильярности, и следует держать его на расстоянии. Но смелость и притягательная сила её соседа, выработанные богатым опытом и прошлыми успехами, взяли верх, и Керри откликнулась. Слегка наклонившись вперёд, он положил локти на спинку её сиденья и заговорил, желая показать себя приятным спутником. «Да, прекрасный уголок, отличные отели, здесь отдыхают чикагцы, вы, по-видимому, не знакомы с этими местами». «Нет, знакома», — ответила Керри, «вернее, я живу в Колумбия-Сити, а здесь мне ещё не приходилось бывать». «Итак, это ваша первая поездка в Чикаго», — заметил он. Во время этого разговора Керри видела своего собеседника лишь краешком глазом. Яркие румяные щёки, светлые усы, на голове серая фетровая шляпа. Теперь она повернулась и посмотрела ему прямо в лицо. Кокетливость боролась в ней сейчас с инстинктом самозащиты. «Я не говорила вам, что это моя первая поездка», — сказала Керри. «О, приятно улыбнулся он, как бы изумляясь своей ошибки. Очевидно, я ослышался». Это был типичный камевояжор крупного торгового дома, принадлежавший к категории людей, которых на жаргоне того времени называли «барабанщиками». К нему вполне подходило также и более позднее название, широко распространившееся в Америке восьмидесятых годов и определявшее людей, одежда и манеры которых рассчитаны на то, чтобы вызывать восхищение впечатлительных молодых женщин. Таких называли мастак. Его коричневый шерстяной костюм в клетку был в то время ещё новинкой. Потом он стал обычным костюмом делового человека. В глубоком вырезе жилета видна была на крахмалиной грудь сорочки в белую и розовую полоску. Из рукавов пиджака выглядывали полотняные манжеты в такую же полоску, застёгнутые крупными позолочными запонками с обыкновенными жёлтыми агатами, известными под названием «кошачий глаз». На пальцах блестело несколько колец, среди них, конечно, неизменный перстень с печаткой. Из карманчика жилета свисала золотая цепочка от часов, на которой болтался жетон тайного ордена лосей. Костюм сидел почти в обтяжку. Наряд дополняли ярко начищенные коричневые ботинки на толстой подошве и мягкая серая шляпа. Человеку, стоящему на уровне развития Керви, незнакомец мог показаться интересным, и ей достаточно было одного беглого взгляда, чтобы заметить всё, что говорило в его пользу. На случай, если люди подобного типа переведутся на земле, я позволю себе обрисовать здесь те приёмы и уловки, к которым они прибегали, не без успеха. Хорошее платье являлось, разумеется, главным козырем Камивея Жора. Без него он ничто. Затем он должен был обладать физически крепкой натурой, главная особенность которой — острое влечение к женщине, и разумом, которому чужды какие-либо размышления о проблемах и силах, управляющих миром. Поступками же его руководили не аучность, а не насытная любовь к разнообразным удовольствиям. Его приёмы обычно были очень просты. Прежде всего смелость, основанная, конечно, на сильном чувственном желании и восхищении прекрасным полом. При встрече с молодой женщиной он начинал ухаживать за нею с добродушной фамильярностью, не лишённой, однако, оттенком мольбы, и в большинстве случаев его ухаживания принимались снисходительно. Если женщина обнаруживала склонность к кокетству, он позволял себе поправить на ней бантик, а, заметив, что клюнула, тотчас начинал называть её просто по имени. Зайдя, к примеру, в универсальный магазин, Камевай Ажор непринуждённо облокачивался на прилавок и задавал продавщице несколько наводящих вопросов. В более изысканных кругах, а также в поезде или в зале ожидания, он вёл себя осторожнее. Но как только на его горизонте появлялся податливый, по его мнению, объект, он становился воплощённым вниманием и любезностью, заводил речь о погоде, галантно открывал дверь вагона, помогал нести чемодан. Если же это не удавалось, старался сесть рядом. Надеюсь, до прибытия поезда к месту назначения найти возможность поухаживать, положить под голову подушечку, предложить книгу, скамеечку под ноги, опустить штору. Он успевал подумать обо всём, и, доехав до места, он лишь в том случае не сходил вслед за спутницей, чтобы принять на себя заботу о её багаже, если считал дело безнадёжным. Кому-нибудь из женщин следовало бы написать философский трактат об одежде. Как бы женщина не была молода, она знает толк в платье. Оценивая мужской костюм, женщина проводит при этом некую едва заметную грань, которая позволяет ей делить мужчин на стоящих и не стоящих её внимания. Индивидуум, опустившийся ниже этой грани, уже никогда не удостоится её взгляда. Есть и другая грань, которая заставляет женщину сравнивать одежду мужчины со своей, и к такому сравнению невольно побудил Кэрри её сосед. Она внезапно поняла, как они неравны. Её простое синее платьице с отделкой из чёрной бумажной тесьмы показалось ей жалким. Она вдруг увидела, как поношены её ботинки. — Позвольте, — продолжал её спутник, — ведь я как будто многих знаю в вашем городке, хотя бы Моргенротта, магазин готового платья, Гибсона, мануфактурный магазин. В самом деле, — перебила Кэрри, и сразу взволновалась, вспомнив, сколько томительных минут она пережила, простаивая перед витринами этих магазинов. А он почувствовал, что нашёл, наконец, ключ к её вниманию. Через несколько минут он уже подсел к ней и принялся рассказывать о заключённых им сделках по продаже готового платья, о своих странствованиях, о Чикаго и городских развлечениях. — Вы получите массу удовольствий, раз вы едете в Чикаго. У вас там есть родные? — Я еду навестить сестру, — ответила Кэрри. — Вы непременно должны осмотреть Линкольн-парк и бульвар Мичиган, — сказал он. — Вот где строятся гигантские здания. Это в полном смысле слова второй Нью-Йорк, изумительный город. Там есть на что посмотреть. Театры, огромные толпы народа, красивые дома. О, вам там очень понравятся. Стараясь представить себе всё, что он описывал, Кэрри вдруг ощутила глухую тоску. Она казалась себе таким ничтожеством по сравнению со всем этим великолепием, и ей стало не по себе. Она прекрасно понимала, что её ждут не одни удовольствия, однако было что-то обещающее во всём том, о чём ей рассказывал её спутник. Ей было приятно внимание этого хорошо одетого человека. Она не могла сдержать улыбки, когда он, заговорив об одной известной актрисе, сказал, что Кэрри напоминает её. Девушка отнюдь не была глупа, и всё же это ей польстило. — Вы ведь побудете немного в Чикаго? — спросил он в ходе беседы, теперь уже совсем непринуждённый. — Право не знаю, — уклончиво сказала Кэрри. У неё мелькнула мысль, что она может не найти там работы. — Ну, уж несколько недель, во всяком случае, поживёте, — спросил он, пристально глядя ей в глаза. То, что между ними происходило, было гораздо значительнее произнесённых слов. Он угадал в этой девушке какую-то неуловимую прелесть, заменявшую ей броскую красоту. Кэрри поняла, что интересно для него лишь с вполне определённой точки зрения. Это обычно пугает женщину и вместе с тем тайно радует. Она держалась очень просто, хотя бы потому, что ещё не успела научиться лёгкому жеманству, которое помогает женщинам скрывать свои истинные чувства. Кое в чём, её поведение могло показаться смелым. Будь у неё, например, умный и опытный друг, он объяснил бы ей, что не следует так упорно смотреть мужчине в глаза. — Почему это вас интересует? — спросила она. — Да просто потому, что я сам пробуду в Чикаго несколько недель. Мне нужно хорошенько ознакомиться с товарами нашей фирмы и запастись новыми образцами. Тем временем я бы показал вам город. — Я не знаю, сможете ли вы... То есть... Вернее, не знаю, смогу ли я, ведь я буду жить у сестры и... Ну что ж, если она будет против, мы как-нибудь это уладим. Он достал из кармана маленькую записную книжку и карандаш. Точно они уже обо всём договорились. Какой же ваш адрес? Кэрри порылась в кошельке, где хранилась бумажка с адресом сестры. Её спутник засунул руку в задний карман брюк и достал толстенный бумажник с пачкой зелёных ассигнаций и уймой различных записочек и квитанций. Бумажник произвёл на Кэрри большое впечатление. Такого не было ни у кого из её знакомых, да и вообще никогда ещё она не встречала столь опытного путешественника и столь светского щёголя. Бумажник, блестящие коричневые ботинки, изящный с иголочки костюм, уверенность в каждом жесте и каждом слове — всё это рисовало её воображению мир несметных богатств, окружавших этого человека. И потому она готова была отнестись благосклонно, что бы он ни предложил. Он вынул из бумажника красивую визитную карточку своей фирмы с литографированной надписью «Бартлетт Каррио и Компани». Внизу, в левом уголке, было добавлено «Чарльз Друэ». «Вот это я», — сказал он, подавая карточку Керри и, указывая на фамилию внизу, произносится «Друэ». «По отцу я француз». Пока Друэ прятал бумажник, Керри рассматривала карточку. Затем он достал из внутреннего кармана пиджака пачку писем, взял одно из них и, указывая ей на красовавшийся сбоку рисунок, сказал «Это дом, где помещается наша фирма, на углу Стейт и Лейк-стрит». Он произнес это с гордостью. «Служба в такой фирме что-нибудь да значит, и ему хотелось, чтобы девушка это почувствовала». «Итак ваш адрес?» — снова спросил он и приготовился записывать. «Керри Мибер», — медленно сказала она, «Ван Бьюрен-стрит, на западной стороне, дом 354, квартира Гансона». Друэ аккуратно записал адрес, снова вынул бумажник и спрятал туда записную книжку. «Если я загляну к вам в понедельник вечером, я вас застану дома?» — спросил он. «Думаю, что застанете», — ответила Керри. «Как это верно, что слова — лишь бледные тени того множества мыслей и ощущений, что стоит за ними. Слова — это крохотные слышимые звенья звуков, но связывают они большие чувства и стремления, то, что нельзя услышать». Здесь, в вагоне, эти двое перекидывались незначительными фразами, доставали кошелек или бумажник, разглядывали визитную карточку, и каждый не сознавал, как неясны еще его истинные чувства для другого. Ни у него, ни у нее не хватало проницательности, чтобы угадать, что сейчас на уме у собеседника. Он еще не был уверен, удалось ли ему завлечь девушку. Она не понимала, что поддается ему, пока он не заручился ее адресом, и только тогда она почувствовала, что в чем-то ему уступила, а он убедился, что одержал победу. И уже оба поняли, что как-то связаны, и уже он овладел разговором, направляя его так, как ему хотелось. Он болтал с полной непринужденностью, а она стала держаться гораздо свободнее. Они приближались к Чикаго. Замелькали сигнальные огни, мимо пролетали встречные поезда. Из беспредельных просторов, ровных и голых прерий, к большому городу шагали по полям шеренги телеграфных столбов, вдали уже вставали очертания предместий, высоко к небу вздымались фабричные трубы. Часто стали попадаться двухэтажные деревянные строения, одиноко стоящие в открытом поле, не защищенные ни оградой, ни деревьями, словно дозорные надвигающиеся армии домов. Ребенку, человеку, одаренному воображением, и тому, кто никогда не путешествовал, момент приближения к большому городу всегда сулит чудеса. Особенно, если это происходит вечером, в тот таинственный час борьбы света с мраком, когда весь живой мир переходит из одного состояния в другое. О, эти обещания, надвигающиеся ночью! Как много говорит ночь усталому человеку! Сколько былых иллюзий и надежд возрождает она! Душа утомленного труженика говорит «Скоро я буду свободна, я примкну к сонмам веселящихся и буду веселиться вместе с ними. Улицы, фонари, ярко освещенные комнаты, где накрыты обеденные столы — все это для меня. Театры, зала, собрания, пути, что ведут к отдыху, и тропинки, что ведут к веселым песням — все это с наступлением ночи мое». Хотя весь род людской еще работает в конторах и на заводах, трепет, предвкушение уже наполняет воздух. Самые апатичные люди и те испытывают чувства, которые не всегда можно описать или выразить словами. Точно с плеч вдруг свалилось тяжелое бремя. Сестра Кэрри глядела в окно. Любопытство девушки, словно прилипчивая болезнь, передалось ее спутнику, и он сам по-новому стал смотреть на большой город, рассказывая ей о его чудесах. «Это северо-западная часть Чикаго», — сказал Дрое. «А вот река Чикаго», — добавил он, указывая на мутную реку, где, упираясь носами в усаженные черными столбиками гранитные берега, теснились трехмачетовые гиганты, пришельцы из далеких вод. Свист вырывающегося пара, стук, ляск, и река осталась позади. «Чикаго становится великим городом», — продолжал Дрое. «Удильным городом вы найдете там много такого, на что стоит посмотреть». Кэрри почти не слушала его. Ее вдруг охватил невольный страх при мысли, что она совсем одна вдали от родного дома, и ее несет прямо в огромное море жизни и дерзаний. Она почувствовала, что ей не хватает воздуха, сильное сердцебиение вызывало легкую тошноту. Она прикрыла глаза и стала убеждать себя, что все это пустяки, что Колумбия-Сити не так уж далеко от Чикаго. «Чикаго! Чикаго!» — прокричал проводник, шумно открывая дверь. Поезд врезался в густую сеть рельсов. Грохот и гул наполнили воздух. Кэрри схватила в одну руку свой жалкий чемоданчик, а в другой крепко зажала кошелек. Друэ тоже встал. Привычным движением ног, расправив брюки, он взял свой чистенький желтый чемодан. «Вероятно, ваши родные встретят вас?» — спросил он. «Разрешите мне донести ваш чемодан?» «Нет, не надо!» — быстро ответила Кэрри. «Пожалуйста, не надо. И прошу вас, не стойте рядом, когда подойдет моя сестра». «Хорошо!» — нисколько не обижаясь, отозвался он. «Но на всякий случай я буду поблизости, и если вашей сестры на вокзале не окажется, я вас доставлю к ней». «Вы очень добры!» — поблагодарила его Кэрри, чувствуя, как в столь непривычной для нее обстановке ценно подобное внимание. «Чикаго!» — снова протяжно прокричал проводник. Медленно продвигаясь вперед, поезд вошел под огромный сумрачный свод вокзала, где только что начали зажигаться огни. Все пассажиры на ногах и толпились у выхода. «Ну вот мы и приехали», — сказал Друэ, направляясь к двери. «До свидания!» «До понедельника!» «До свидания!» ответила Кэрри и пожала его протянутую руку. «Помните, я не выпущу вас из виду, пока вы не найдете сестру». Она улыбнулась, глядя ему в глаза. Пассажиры один за другим стали покидать вагон. Друэ сделал вид, будто не обращает на Кэрри внимания. На перроне какая-то невзрачная женщина с изможденным лицом узнала Кэрри и поспешила к ней навстречу. «А, здравствуй, Кэрри», — сказала она и небрежно обнялась сестру. Кэрри почувствовала, как мгновенно исчезла атмосфера ласкового внимания. Среди суматохи, шума и новизны она ощутила холодное прикосновение действительности. «Какой уж там мир яркого света и веселья! Какой уж там лихрь развлечений и удовольствий!» На лице сестры была написана вся история ее тяжелой жизни, полной забот и труда. «Ну, как поживают все наши?» — спросила она. «Как отец, как мама?» Кэрри отвечала на вопросы, но глаза ее были устремлены вдаль. В конце оперрона у входа, который вел в зал ожидания и на улицу, стоял Друэ. Он тоже оглянулся. Убедившись, что она видит его и что она находится под охраной сестры, он слегка улыбнулся ей и двинулся дальше. Одна только Кэрри заметила это. И тут, при виде его удаляющейся фигуры, ее охватило такое чувство, словно она чего-то лишилась. Когда же он совсем скрылся из виду, она поняла, что ей не достает его. Она чувствовала себя куда более одинокой в обществе сестры. И теперь она одна, совсем одна среди бурного, равнодушного моря. Глава вторая Чем грозит нищета Гранит и бронза Квартирка Минни была расположена в третьем этаже дома на Ван Бьюрен Стрит, где ютятся семьи рабочих и конторских служащих, людей, прибывших и продолжавших пребывать в Чикаго с тем потоком, который ежегодно увеличивал население города на пятьдесят тысяч человек. Две комнаты выходили окнами на улицу, где по вечерам ярко горели витрины гастрономических магазинов, и на тротуаре играли дети. Девушке было вновь и понравилось треньканье звонков конки, то приближавшееся, то замиравшее вдали. Когда Минни привела сестру в отведенную ей комнатку, Керри подошла к окну и стала смотреть на освещенную улицу, девясь звуком, движению и рокоту необъятного города, простиравшегося на многие мили во всех направлениях. Дома после первых же приветствий миссис Ганссон дала Керри нянчить ребенка, а сама принялась готовить ужин. Мистер Ганссон, задав Керри несколько вопросов, углубился в чтение вечерней газеты. Это был молчаливый человек, швед по отцу, родившийся в Америке. Сейчас он работал на бойне уборщиком вагонов-ледников. К приезду своей чиницы он отнесся равнодушно. Внешность девушки не произвела на него особого впечатления. Его интересовало лишь одно — найдет ли Керри работу в Чикаго. «Город велик», — заметил он. «Через несколько дней ты где-нибудь пристроишься. Рано или поздно все пристраиваются». Еще до ее приезда в семье Ганссонов молчаливо подразумевалось, что Керри поступит на работу и будет платить за свое содержание. Ганссон был по натуре человеком высокопорядочным и бережливым. Уже несколько месяцев подряд он выплачивал взносы за два участка земли, купленные далеко, в западной части города. Он мечтал когда-нибудь построить на этой земле дом. Пока шли приготовления к ужину, Керри успела осмотреть квартиру сестры. Девушка не лишена была наблюдательности и вдобавок обладала ценным даром, присущим каждой женщине — интуицией. Она угадывала, что здесь живут скудной, однообразной жизнью. Стены были оклеены безвкусными обоями, полы усланы дешевыми дорожками, а в гостиной лежал тонкий лоскутный коврик. И сразу бросалось в глаза, что мебель грубая, кое-как сколоченная, купленная, очевидно, в расстрочку. С ребенком на руках Керри прошла на кухню к Минни и посидела там, пока он не разревелся. Тогда она встала и, что-то напевая, принялась ходить с ним по комнате. Наконец Гансон, которому ее пение мешало читать, пришел и взял у нее малютку. В этом сказалась хорошая черта его характера. Он был терпелив. К тому же сразу видно было, что он обожает свое чадо. «Ну-ну», — говорил он, шагая с ребенком по комнате, — «полно, тише». И в его произношении ясно слышался шведский акцент. «Ты, наверное, захочешь прежде всего посмотреть город», — сказала во время ужина Минни. «Вот мы в воскресенье поедем и покажем тебе Линкольн-парк». Керри заметила, что Гансон ничего на это не ответил. Его мысли, по-видимому, были заняты чем-то другим. «Я завтра же пойду искать работу», — сказала Керри. «Где находится торговая часть города?» Минни принялась было растолковывать, как туда попасть, но муж решил объяснение взять на себя. «Вот», — начал он, указывая рукою, — «видите, там восток». И Гансон произнес речь на тему о расположении Чикаго, такую пространную, какой, наверное, еще ни разу в жизни не произносил. «Мой совет — побывать на больших фабриках, что на Франклинг-стрит и по ту сторону реки, — сказал он в заключении. Там много девушек работает, и домой добираться легко. Это неподалеку». Керри кивнула в знак согласия и стала расспрашивать сестру о районе, где они живут. Минни отвечала в полголоса, сообщая то немногое, что знала сама. Гансон все еще возился с ребенком, потом вдруг встал и передал его жене. «Мне завтра рано вставать, я пойду лягу», — сказал он и скрылся в маленькой темной спальне, по другую сторону коридора. «Он работает далеко, на бойне, и ему приходится вставать в половине шестого», — пояснила Минни. «Когда же ты встаешь, чтобы успеть приготовить завтрак?» — спросила Керри. «Примерно без двадцати пять». Домашнюю работу они закончили вместе. Керри вымыла посуду, а Минни тем временем раздела и уложила ребенка. Во всем, что она не делала, чувствовалась привычная сноровка, и Керри подумала, что вот так сестра трудится с утра до вечера каждый день. Керри начала понимать, что ей придется отказаться от всякого общения с Друэ. О том, чтобы он приходил сюда, не могло быть и речи. По поведению Гансона, по покорному виду Минни и вообще по атмосфере в доме сестры, она чувствовала, что все, выходящее за рамки монотонной жизни труженика, встретит решительный отпор. Если Гансон каждый вечер сидит с газетой в гостиной и ложится спать в девять часов, а Минни чуть позднее, то что же остается делать ей? Разумеется, сперва нужно найти работу, чтобы самой содержать себя, а потом уже думать о знакомствах. Безобидный флирт с Друэ казался ей теперь чем-то из ряда вон выходящим. — Нет, он не может приходить сюда, — мысленно решила Керри. Она попросила у сестры бумаги и чернил, и то и другое оказалось в столовой на камине, и, когда та ушла к себе спать, достала визитную карточку Друэ с его адресом и написала. — Я не могу принять вас здесь. Подождите, пока я снова не дам о себе знать. У моей сестры слишком уж крохотная квартирка. Керри задумалась, чтобы еще приписать. Ей хотелось как-нибудь упомянуть об их совместном пребывании в поезде, но застенчивость удерживала ее. Керри запечатала конверт, написала адрес, прошла в комнатку, где в нише стояла ее. И, придвинув маленькую качалку к открытому окну, присела в немом восторге, вглядываясь в вечерние улицы. Наконец, устав от дум, вялая и сонная, она разделась, аккуратно сложила одежду и легла в постель. Когда Керри утром проснулась, было уже восемь часов, и Гансон давно ушел на работу. Сестра сидела в столовой, которая служила и гостиной, и шила. Керри оделась, сама приготовила себе завтрак, потом посоветовалась с Минни, куда идти искать работу. Как сильно изменилась Минни с тех пор, как Керри видела ее в последний раз. Теперь это была худая, хотя и крепкая женщина, двадцати семи лет. Ее представления о жизни всецело отражали взгляды мужа, а ее костные понятия о развлечениях и о долге свидетельствовали о кругозоре еще более узком, чем в юности. Минни пригласила к себе сестру вовсе не потому, что тосковала по ней, просто та была недовольна своей жизнью у родителей, а здесь она, наверное, сумеет найти работу и сможет платить ей за комнату и стол. Минни, пожалуй, была и рада видеть Керри, но относительно работы полностью придерживалась взглядов мужа. Всякая работа хороша, если за нее будут платить. Для начала хотя бы пять долларов в неделю. Фабрика, вот удел, с самой судьбой предназначенной для начинающей. Она найдет работу в одной из огромных чикагских мастерских и будет довольствоваться этим, пока, пока что-нибудь не произойдет. Что именно может произойти, этого, конечно, ни одна из них не знала. Они не рассчитывали на повышение, они не связывали каких-либо надежд с мыслью о браке. Просто жизнь будет рядом, неясно, впрочем, как именно, пока поворот к лучшему не вознаградит Керри за то, что она приехала трудиться в этом городе. Вот при каких благоприятствующих обстоятельствах Керри вышла в это утро на поиски работы. Прежде чем последовать за нею, давайте ознакомимся с той обстановкой, в которой будет протекать в дальнейшем ее жизнь. В 1889 году Чикаго отличался всеми особенностями быстро растущего города, в котором отважные паломники, в том числе и молодые девушки, вполне могли рассчитывать на удачу. Он завоевал громкую славу своими многочисленными и неуклонно развивающимися коммерческими предприятиями, открывавшими перед людьми широкие возможности. Он стал магнитом, притягивавшим к себе со всех концов страны и тех, кто был полон надежд, и тех, кто успел потерять их, тех, кому еще предстояло сделать карьеру, и тех, кто уже потерпел крушение где-нибудь в другом месте. Это был большой город с населением свыше полумиллиона, но его чистолюбие, дерзновение и кипучей деятельности хватило бы на столицу с миллионом жителей. Уже теперь его улицы и дома были разбросаны на площади в 75 квадратных миль. Его население было занято не столько давно известными отраслями производства, сколько деятельностью, подготовлявшей приток новых людских масс. Повсюду раздавался стук молотков на лесах воздвигаемых зданий. То и дело возникали огромные новые заводы. Мощные железнодорожные церны, давно уже предугадавшие большую будущность города, захватили обширные участки земли для организации в нем транспорта и погрузочных станций. Трамвайные линии уходили далеко в открытую прерию. Это было сделано в расчете на быстрый рост предместьей. Городское самоуправление вымостило камнем многие мили дорог и проложило канализационные трубы в таких местах, где пока что стоял всего один какой-нибудь дом, форпост будущих людных кварталов. Нередко можно было видеть открытые дождям и бурям пустыри, которые, однако, всю ночь освещались длинными мигающими рядами газовых фонарей, которые раскачивались на ветру. Узкие деревянные мостки тянулись, минуя здесь дом, там лавку, и кончались далеко в открытом поле. Центр города был районом огромного скопления торговых контор и фабрик. Сюда обычно и направлялся прежде всего неопытный искатель заработка. Особенностью тогдашнего Чикаго, свойственной далеко не всем большим городам, было то, что все сколько-нибудь заметные фирмы занимали отдельные здания. Обилие свободной земли вполне позволяло это, и потому большинство оптовых фирм, чьи конторы, доступные взором улицы, помещались в первом этаже, выглядели весьма внушительно. Огромные зеркальные окна, ставшие сейчас обычным явлением, тогда только входили в моду и придавали конторам, расположенным в нижних этажах, изысканный и богатый вид. Прохожий мог видеть за этими окнами ряды перегородок из полированного дерева и матового стекла, множество служащих, углубленных в свою работу, и истепенных дельцов в шикарных костюмах и белоснежных рубашках, расхаживающих по залам или же сидящих группами. Ярко начищенные бронзовые или никелированные дощечки у подъездов, отделанных квадратными глыбами тесного камня, сжато и понятно возвещали название предприятия и характер его деятельности. Шагающим по центру города казалось, что они находятся в столице. Такой внушительный у него был вид, рассчитанный на то, чтобы ошеломить простого смертного, вселить в него благоговейный страх и показать всю глубину пропасти, лежащей между бедностью и преуспеванием. В этот солидный торговый район и отправилась робкая Кэрри. Она шла по Ван-Бьюрин-стрит в восточном направлении, проходя кварталы, которые с каждым ее шагом постепенно теряли свое великолепие, сменяясь бесконечными рядами амбаров и угольных складов, обрывавшихся у реки. Кэрри храбро шла вперед, подгоняемая искренним желанием поскорее найти работу, но почти на каждом шагу задерживалась, любуясь в ней панорамой и чувствуя свою беспомощность среди столь явных признаков загадочного для нее могущества и силы. Что это за огромные здания? Эти диковинные предприятия, чем там занимаются? Что на них производят? Она могла понять, для чего существует маленькая мастерская Каменателоса в Колумбии-Сити, обрабатывающего небольшие куски мрамора по заказу своих клиентов, но необозримые дворы крупной фирмы по поставке декоративного строительного камня с множеством рельсов, по которым катились грузовые платформы, с доками со стороны реки и высокими громыхающими подъемными кранами над головой. Все это показалось ей непостижимым, ибо не вмещалось в ее узком мерке. С тем же чувством она смотрела и на бесконечные железнодорожные депо, и сгрудившиеся на реке суда, и огромные фабрики, раскинувшиеся на другом берегу. Через открытые окна она могла разглядеть деловито снующие фигуры мужчин и женщин в фартуках, длинные улицы были для нее двумя рядами тайн, отгороженных стенами, а обширные конторы — загадочными лабиринтами, неприступные важные господа. Ей казалось, что люди, имеющие отношение к этим конторам, только и делают, что считают деньги, прекрасно одеваются и разъезжают в экипажах. Чем они торгуют, над чем трудятся, ради какой цели, об этом она имела весьма смутное представление. Все было для нее так диковинно, необъятно, недоступно. Кэрри пала духом, и сердце ее сжалось при мысли, что ей придется войти в одно из этих великолепных зданий и попросить какой-нибудь работы, что-нибудь такое, что она сумела бы делать. Все равно что. Глава третья. Мы испытываем судьбу. Четыре с половиной доллара в неделю. За рекою, попав в район оптовых фирм, Кэрри стала осматриваться, решая, в какую бы дверь ей войти. Разглядывая большие окна и внушительные вывески, она заметила, что на нее обращают внимание и поняла, почему. Все догадывались, что она ищет работу. Никогда еще ей не случалось заниматься этим, и мужество покинуло ее окончательно. Чтобы подавить безотчетный стыд от сознания, что все видят, как она бродит в поисках места, Кэрри зашагала быстрее и постаралась придать своему душное выражение, присущее, как ей казалось, людям, которые спешат по делу. Так она прошла мимо многих фабрик и торговых фирм, не заглянув ни в одну. Наконец, миновав несколько кварталов, она поняла, что таким способом ничего не найдет, и, не замедляя шага, снова стала приглядываться к дверям. Вскоре огромная дверь почему-то привлекла ее внимание. На ней красовалась медная дощечка. Видимо, это был вход в громадной шести- или семиэтажной улей. Возможно, здесь требуются работники, подумала Кэрри. Она перешла улицу и направилась к дверям. Приближаясь к желанной цели, она увидела в окне молодого человека в сером клетчатом костюме. Разумеется, она не знала, имеет ли этот человек какое-либо отношение к данному предприятию, но так как он случайно бросил взгляд в ее сторону, Кэрри не выдержала и, застыдившись, поспешно прошла мимо. На противоположной стороне улицы высилось шестиэтажное здание с вывеской «Сторм и Кинг». При виде его у Кэрри зародилась надежда. Это была фирма оптовой продажи мануфактуры, где работали также и женщины. Их фигулькали в окнах верхних этажей. Кэрри решила во что бы то ни стало войти. Она пересекла улицу и направилась прямо к подъезду, но как раз в эту минуту оттуда вышли двое мужчин и остановились в зверях. Рассыльный телеграфной конторы в синей форме проскользнул мимо Кэрри, взбежал по ступенькам и скрылся внутри. Несколько человек из наводнявшей тротуары суетливой толпы обошли девушку. Она стояла, беспомощно оглядываясь. Потом вдруг заметила, что за ней наблюдают, и постыдно отступила. Задача оказалась слишком трудной. Она еще не сумела пересилить себя и пройти мимо стоявших у подъезда людей. Эта тяжелая неудача расстроила Кэрри. Ноги машинально несли ее вперед, и каждый шаг был новым отступлением, на которое она решилась почти с радостью. Квартал за кварталом оставался позади. На фонарях у перекрестков она читала названия улиц Мэдисон, Монро, Лассаль, Кларк, Гирборн, Стейт, и все шли вперед, и ноги ее уже начали уставать от ходьбы по крупным каменным плитам тротуара. Все же ей было приятно, что город такой яркий и чистый. Утреннее солнце с каждым часом припекало все жарче, но теневая сторона улиц дышала приятной прохладой. Девушка посмотрела на голубое небо над головой, и как-то особенно глубоко осознала его прелесть. Кэрри начала приходить в отчаяние от своей трусости. Повернув назад, она решила снова разыскать фирму Storm и King и зайти туда. На пути ей попалась большая фирма оптовой продажи обуви, и через широкие зеркальные окна Кэрри увидела кабинет управляющего, скрытый от взоров остальных служащих матовым стеклом. Перед этой перегородкой у самого входа с улицы сидел за столиком седовласый джентльмен, и перед ним лежала толстая раскрытая книга. Кэрри в нерешительности прошла несколько раз мимо подъезда, и, наконец, убедившись в том, что никто не обращает на нее внимания, шмыгнула в дверь и робко остановилась у столика. — Что скажете, барышня? — спросил старый джентльмен и довольно приветливо посмотрел на нее. — Я... то есть вы... я хочу сказать, что нет ли у вас работы? — запинаясь, произнесла она. — Сейчас нет, с улыбкой ответил тот. Сейчас нет, заходите на будущие недели, иногда нам бывают нужные люди. Кэрри молча выслушала ответ и, неуклюже пятись, вышла. Ласковый прием несколько удивил ее, она рассчитывала, что будет гораздо хуже, что она услышит что-нибудь грубое, холодное, мало ли что могло быть. Уже одно то, что ее не оскорбили, что ей не дали почувствовать унизительность ее положения, казалось удивительным. Несколько воспрянув духом, Кэрри осмелилась войти в другое огромное здание. Здесь помещалась фирма готового платья. Тут было, по-видимому, еще больше народу. Хорошо одетые мужчины лет сорока и старше беседовали о чем-то за медным барьером. К ней тотчас подошел мальчик рассыльный. Кого вам угодно, спросил он. Я хотела бы видеть управляющего, сказала она. Мальчик побежал и передал ее просьбу одному из трех джентльменов, беседовавших неподалеку от нее. Тот направился к девушке. Да, холодно произнес он. Его тон сразу убил в Кэрри всю решимость. Не нужна ли вам работница, пробормотала она? Нет, отрезал он и резко отвернулся. Кэрри совершенно растерянная направилась к выходу. Мальчик вежливо распахнул перед нею двери, а она стремилась поскорее слиться с толпой на улице. Ее еще недавно бодрое настроение было испорчено. Некоторое время она бродила без всякой цели, сворачивая то в одну улицу, то в другую, проходя мимо многих роскошных торговых контор, но не находя в себе мужества повторить свое предложение. Настал полдень, а с ним пришел и голод. Выбрав скромный ресторан, Кэрри вошла, но с испугом убедилась, что цены ей не по карману. Она могла позволить себе лишь тарелку супу. Быстро справившись с ним, она снова вышла на улицу. Все же это несколько подкрепило ее и придало ей смелости продолжать поиски. Пройдя несколько кварталов и не зная, на чем остановить свой выбор, Кэрри вновь набрела на фирму Сторм и Кинг и на этот раз заставила себя войти. Несколько джентльменов о чем-то совещались в двух-трех шагах от нее, но никто из них не обратил внимания на Кэрри. Она остановилась, нервничая и глядя в пол. Когда она уже совсем была отчаялась, ее окликнул служащий, сидевший у одного из многочисленных столов за барьером. Кого вам угодно? спросил он. Не все равно кого, ответила Кэрри. Кого-нибудь я ищу работу. Стало быть, вам нужно мистера Макмануса, ответил служащий. Присядьте, добавил он, указывая на стул у стены, и снова принялся неторопливо писать. Наконец с улицы вошел коротенький толстый человечек. Мистер Макманус окликнул его писавший. Эта молодая особа хочет вас видеть. Низенький джентльмен повернулся в сторону Кэрри. Она встала и подошла к нему. Чем могу быть вам полезен, мисс? спросил он, разглядывая ее с нескрываемым любопытством. Не найдется ли у вас какой-нибудь работы? Какой именно? О, какой угодно, пролепетала она. У вас есть какой-нибудь опыт в оптовой торговле мануфактурой? Нет, сэр. Но вы, может быть, стенографистка или переписчица? Нет, сэр. В таком случае у нас ничего для вас нет, сказал он. Мы нанимаем только квалифицированных служащих. Кэрри начала отступать к двери, но жалобное выражение ее лица подействовало на мистера Макмануса. Вы вообще когда-нибудь служили? спросил он. Нет, сэр. Тогда вы едва ли найдете место в таких оптовых фирмах, как наша. Вы не пробовали обратиться в универсальный магазин? Кэрри призналась, что не пробовала. На вашем месте я раньше всего попытал бы счастье в универсальных магазинах. Там часто требуются такие барышни, как вы, добавил он, дружелюбно глядя на нее. Благодарю вас, ответила Кэрри, сразу ожившая от проблеска дружеского участия. Да, вы непременно попытаетесь счастья в универсальных магазинах, повторил он, когда Кэрри уже направлялась к выходу и пошел дальше. В то время универсальные магазины только-только стали пользоваться успехом, и было их еще немного. Первые три в Соединенных Штатах открылись в Чикаго приблизительно в 1884 году. Из объявлений в газете Daily News Кэрри запомнила название нескольких магазинов и теперь пустилась их разыскивать. Слова мистера Макмануса вновь придали ей бодрости, которая совсем была исчезла. Девушка прониклась надеждой, что в этом новом деле найдется кое-что и для нее. Довольно долго она бродила наугад, надеясь случайно очутиться у одного из таких зданий, как легко удовлетворяется человек, когда он в трудном положении, одной видимостью поисков выхода. Наконец она решила обратиться к полисмену, и тот сказал ей, что надо пройти еще два квартала, там и будет базар. Описание этих громадных комбинатов розничной торговли, если они когда-нибудь сойдут со сцены, составит интересную главу в истории экономического развития нашей страны. До сих пор никогда и нигде в мире не наблюдалось такого расцвета этого скромного вида торговли. Подобные комбинаты были созданы с расчетом наиболее эффективно использовать розничную продажу. Каждый из них состоял из сотен магазинов, объединенных в одно целое, исходя из самых существенных соображений экономии. И они процветали, эти красивые шумные магазины, с целой армией продавцов, которыми правил сон начальников. Кэрри медленно шла по заполненным покупателями проходом, пораженная необыкновенной выставкой безделушек, драгоценностей, одежды, письменных принадлежностей. Каждый новый прилавок открывал перед Кэрри ослепительное и заманчивое зрелище. Как не трудно ей было устоять против манящей силы каждой безделушки и каждой драгоценности, все же она не позволила себе задержаться нигде. Все здесь было нужно ей, все ей хотелось иметь, очаровательные туфельки, чулки, изящные плесеровные юбки, кружева, ленты, гребенки, кошелечки. Каждый предмет внушал желание обладать им, и Кэрри с особой остротой осознала, что ни один из них ей непосредствован. Она ищет кусок хлеба, она отверженная, без работы, и каждый продавец с первого взгляда может угадать в ней нищую, нуждающуюся в заработке. Впрочем, не следует считать Кэрри нервной, чересчур впечатлительной девушкой, неожиданно выброшенной в холодный, расчетливый, лишенной поэзии мир. Нет, она, безусловно, не была такой, но женщины всегда особо чувствительны к вещам, которые могут их украсить. Кэрри испытывала неодолимое влечение ко всем новым и красивым предметам дамского туалета и со щемящим сердцем наблюдала за нарядно одетыми дамами, которые задевали ее, протискиваясь вперед и, не обращая на нее ни малейшего внимания, пожирали глазами все, что видели на прилавках. Кэрри была еще незнакома с внешним обликом своих более счастливых сестер, обитательниц большого города. Не имела она до сих пор представления и о продавщицах большого магазина, по сравнению с которыми она показалась себе очень жалкой. По большей части это были хорошенькие, даже красивые девушки, вид у всех был независимый и равнодушный, что придавало наиболее интересным из них особую пикантность. Одеты они были мило, даже нарядно, и, встречаясь с ними взглядом, Кэрри тотчас же убеждалась, что они сурово осуждают ее за недостатки туалета и тот особый отпечаток, который, по ощущению Кэрри, явно доказывал, что она собою ничего не представляет. Пламя зависти вспыхнуло в душе Кэрри. Она начала смутно понимать, как много заманчивого таит в себе большой город, богатство, изящество, комфорт, все, что может украсить женщину, и ее мучительно потянуло к нарядным платьям и к красивым вещам. Контора универсального магазина находилась во втором этаже. Кэрри порасспросила, где это, и ей показали, как туда пройти. Там уже ждали несколько девушек, которые, как и она, искали работу. Но, как истые жительницы большого города, они держались более независимо и самоуверенно. Девушки не замедлили подвергнуть Кэрри мучительному осмотру с ног до головы. Примерно минут через сорок пять она дождалась своей очереди. «Ну, сказал подвижной молодой еврей, с резкими манерами сидевший у окна за раздвижным письменным столом, вы уже служили в магазинах?» «Нет, сэр», призналась Кэрри, «значит, не служили», слух отметил он, окидывая ее проницательным взглядом. «Нет, сэр», повторила Кэрри, «хм, видите ли, мы предпочитаем продавщиц с некоторым опытом, думаю, что вы нам не подходите». Кэрри еще постояла с минуту, не зная, считать ли разговор оконченным. «Вы напрасно ждете», услышала она. «Не забывайте, мы здесь очень заняты». Кэрри быстро направилась к двери. «Стойте-ка», окликнул ее молодой человек, «оставьте нам ваше имя и адрес, иногда нам бывают нужны девушки». Когда Кэрри выбралась наконец на улицу, глазам ее подступили слезы, не столько из-за этого холодного приема, сколько из-за всех удручающих впечатлений дня. Она очень устала и переволновалась. Отказавшись от мысли обратиться в другие магазины, она пошла бродить по улицам, чувствуя себя как-то спокойнее и безопаснее среди толпы. Бесцельно скитаясь по городу, Кэрри свернула на Джексон стрит, неподалеку от реки и медленно пошла по южной стороне этой оживленной улицы. Внезапно в глаза ей бросился клочок оберточной бумаги, приколотой к двери с надписью, сделанной чернилами, требуются упаковщик и строчильщицы. Кэрри Кэрри Девушки спертом присутствие не было замечено всеми, кто находился в мастерской. Лишь тогда кто-то дал знать мастеру, и тот появился в фартуке, без пиджака, в рубашке с засученными до самых плеч рукавами. — Вы хотели меня видеть? — спросил он. — Не нужна ли вам работница? Кэрри уже успела понять, что лучше всего действовать напрямик. — Вы умеете прострачивать детские шапочки? — Нет, сэр. А вообще, вам знакома такая работа? Кэрри ответила, что незнакома. — Хм, — произнес мастер, задумчиво почесал за ухом. — Нам, видите ли, нужна работница, но мы предпочитаем опытных. У нас нет времени обучать новичков. Он умолк и отвернулся к окну. — Впрочем, — добавил он, подумав, — мы можем поставить вас на отделку. — Сколько вы платите в неделю? — осмелилась спросить Кэрри. Мягкость этого человека и простота общения придали ей немного бодрости. — Три с половиной, — ответил он. — Ох, чуть было не вырвалось у Кэрри, но она вовремя сдержалась, и ее возмущение осталось невысказанным. — Мы не особенно нуждаемся сейчас в людях, — небрежным тоном продолжал мастер, глядя на Кэрри, как на тюк с тряпьем. — Впрочем, можете прийти в понедельник утром, и я вас поставлю на работу, — добавил он. — Благодарю вас, — чуть слышно произнесла Кэрри. — Если придете, захватите с собой передник, — сказал мастер. И он ушел, оставив Кэрри возле лифта и не поинтересовавшись даже, как ее зовут. Хотя внешний вид мастерской и нищенская недельная оплата и нанесли удар светлым надеждам Кэрри, все же ее приободрило сознание, что после многих неудач ей, наконец, предложили работу. Как не скромны были притязания девушки, она не могла себе представить, что возьмется за эту работу. Она привыкла все же к лучшему. Привычка к вольному деревенскому воздуху вызывала в ней внутренний протест против этой тесноты и духоты. Она не знала, что такое жить в грязи. Сестра содержала свою квартиру опрятно. Здесь же все засалено, потолки низкие, а девушки сплошь неряхи и, видимо, ожесточены. Они, наверное, испорченные и злые, решила она. А все-таки ей предлагают работу. Право, Чикаго не так уж не приступен, если в первый же день здесь можно найти место. В последствии она подыщет себе что-нибудь другое, получше. Однако дальнейшие поиски не дали ничего утешительного. В местах более приятных или солидных ей отказывали категорически и самым ледяным тоном. В других конторах требовались только опытные работницы. Не раз девушка наталкивалась на крайне грубые приемы. И особенно обидный ответ она выслушала на одной фабрике готового платья, когда, взобравшись на четвертый этаж, решила справиться, нет ли у них работы. «Нет, нет!» — крикнул ей мастер, дюжий коренастый мужчина, хозяйничавший в скудно освещенной мастерской. «Нам никого не нужны и нечего сюда таскаться». День угасал, а с ним постепенно угасали и надежды Кэрри, ее решимость и энергия. Девушка проявила изумительную настойчивость. Такие ревностные усилия заслуживали лучшие награды. Огромный торговый район города показался ей утомленной, таким необъятным, таким черствым, таким застывшим в своем равнодушии к людям. Казалось, для нее закрыты все двери, борьба предстоит слишком жестокая, и нет никакой надежды, что она добьется здесь чего-нибудь. Мимо бесконечной вереницы спешили мужчины и женщины. Кэрри чувствовала вокруг себя могучий пульс жизни с ее многообразными интересами и чувствовала свою беспомощность, почти не сознавая, что в этом потоке она была лишь ничтожной соломинкой. Тщетно осматривалась она, ища, куда бы обратиться, но не находила двери, в которую у нее хватило бы духу войти. Ведь то же самое повторится всюду. Те же унизительные просьбы, а в награду короткий отрицательный ответ. Измученная душевно и физически, Кэрри повернула на запад, только и думая, как бы добраться до дома Минни. Уныние и безнадежность овладели ею. Подобные чувства так часто охватывают в сумерках человека, весь день тщетно искавшего работу. Проходя по Пятой авеню на пути к Ван-Бьюрен-стрит, где она намеревалась сесть в конку, Кэрри очутилась перед большой обувной фабрикой. В одном из ее зеркальных окон она увидела джентльмена средних лет, сидевшего за небольшим столом. Повинуясь некоему внезапному импульсу, какие подчас появляются у человека, осознавшего свое поражение, Кэрри решительно вошла и направилась к джентльмену. Тот посмотрел на нее. Усталое лицо девушки явно пробудило в нем интерес. — В чем дело? — Не можете ли вы дать мне какую-нибудь работу? — спросила Кэрри. — Я, право, не знаю, — довольно любезно отозвался он. — Какую именно работу вы ищете? — Вы, случайно, не переписчица? — Нет, — ответила Кэрри. — Вот видите, а нам нужны только щитоводы и переписчицы. Но попробуйте обойти кругом, подняться наверх и справиться там. Несколько дней назад наверху нужны были люди. — Спросите мистера Брауна. Кэрри поспешила обойти кругом и в лифте поднялась на четвертый этаж. — Доложи мистеру Брауну Уилли, — сказал лифтер, стоявшему поблизости мальчику. Уилли вскоре вернулся и сообщил Кэрри, что мистер Браун сказал, пусть она посидит, он скоро будет. Комната, в которой находилась Кэрри, примыкала к складу, так что девушка не могла составить себе представление ни обо всем помещении, ни о том, чем тут занимаются. — Так вы хотите получить у нас какую-нибудь работу? — спросил мистер Браун, узнав о цели ее прихода. — А вы раньше когда-нибудь работали на обувной фабрике? — Нет, сэр, — призналась Кэрри. — Как вас зовут? — продолжал он, и когда она ответила, сказал, право не знаю, найдется ли у меня что-нибудь для вас. — А вы согласитесь работать за четыре с половиной доллара в неделю? Кэрри была так подавлена неудачами, что предложение показалось ей заманчивым, правда, она ожидала, что ей дадут не меньше шести долларов в неделю, и все же она согласилась. Мистер Браун записал ее адрес и на прощание сказал, ну, приходите в понедельник в восемь часов утра, я думаю, что подыщу что-нибудь для вас. Он ушел, и Кэрри несколько ожила от сознания, что нашла, наконец, работу. Кровь горячей волной разлилась по ее телу, нервное напряжение ослабело, она вышла на улицу, кишевшую народом, и почувствовала себя в какой-то новой атмосфере. Как, оказывается, легко шагают люди на тротуарах. Она впервые заметила, что на лицах мелькают улыбки, до ее слуха доносились обрывки разговоров и взрыва смеха, воздух был мягкий, из огромных зданий уже выходили люди, окончившие дневную работу. Кэрри видела их довольные лица и, вспомнив, что у сестры ее ждет обед, ускорила шаг. Кэрри была утомлена, но больше уже не чувствовала боли в ногах. Интересно, что скажет Минни? А впереди зима, долгая зима в Чикаго, огни, веселая толпа, развлечения. В конце концов, в этом городе-гиганте приятно жить. Фирма, где она будет работать, по-видимому, солидное предприятие. В окнах такие огромные зеркальные стекла, ей, наверное, будет там неплохо. Девушка вспомнила о Друэ, о том, что он говорил в поезде. Жизнь начала казаться ей лучше, ярче, радостнее. В самом радужном настроении Кэрри села в вагон-конке, чувствуя, как кровь горячей струей бежит по жилам. Она будет жить в Чикаго, не переставала стучать у нее в мозгу. Она будет жить веселее, чем раньше. Она будет счастлива. В продолжении двух дней Кэви предавалась необузданным мечтаниям. В воображении она окунулась во все те удовольствия и развлечения, которые были бы ей доступны, случись ей родиться богатой. Быстро и не задумываясь, она уже во все стороны разбросала щедрую рукою свои скудные четыре с половиной доллара в неделю. Кэрри не жалела денег и быстро делала свой выбор. В те часы перед сном, когда она сидела в качалке у окна, любуясь освещенными улицами, будущий заработок прокладывал своей обладательнице дорогу ко всем утехам и безделушкам, какие только может пожелать женское сердце. «И начнется чудесная жизнь», — мечтала Кэрри. Ее сестра Минни была далека от этих неукротимых полетов фантазии, которые доступны всевозможной радости жизни. Жена Гансона была слишком занята мытьем пола в кухне и размышлениями над тем, что можно купить на восемьдесят центов, которые она могла истратить на воскресный обед. Когда Кэрри вернулась домой, возбужденная первой своей удачей и готовая, несмотря на усталость, без конца обсуждать интересные подробности своих скитаний, завершившихся таким успехом, Минни лишь одобрительно улыбнулась и спросила, сколько из ее заработка уйдет на проезд. Хотя Кэрри упустила из виду это соображение, оно не могло надолго охладить ее пыл. Девушка была счастлива, она находилась в том настроении, которое позволяет вычитать одну сумму из другой без заметного ущерба для последней. Гансон вернулся домой в семь часов вечером. Он был немного не в духе, как всегда перед обедом. Это обычно проявлялось не столько в его тоне или словах, сколько в его манере безмолвно с хмурым видом ходить из комнаты в комнату. У него были желтые войлочные туфли, и, вернувшись домой, он тотчас же с наслаждением надевал их вместо тяжелых башмаков, затем мыл лицо куском простого стирального мыла и так тер кожу, что она становилась пунцовой и лоснящейся. В этом и заключались все его приготовления к вечерней трапезе. А потом он брал газету и в глубоком молчании принимался читать. Мрачное настроение у человека еще молодого неприятно подействовало на Керри. Оно действовало, как водится, и на всю домашнюю атмосферу, и угнетало жену, которая не решала сказать ему ни слова, боясь, что ответом будет молчание. Когда Гансон узнал об удаче Керри, лицо его несколько прояснилось. «Однако ты не теряла времени зря», — заметил он, и при этом даже слегка улыбнулся. Конечно, с оттенком гордости отозвалась Керри. Гансон задал еще один-два вопроса, а потом стал играть с ребенком и не возвращался к этой теме до тех пор, пока она вновь не была затронута за столом его женой. Но не так-то просто было заставить Керри проникнуться настроением, которое царило в семье. «Кажется, это очень крупная фирма», — сказала она, — «огромные зеркальные стекла и уйма служащих. Джентльмен, с которым я говорила, сказал, что они нанимают очень много народу». «Теперь не так уж трудно получить работу, если только у человека приличный вид», — вставил Гансон. Мини тоже несколько оттаяла, согретая радостным настроением Керри и необычной разговорчивостью мужа, и начала рассказывать сестре о достопримечательностях Чикаго, вернее, о том, что может видеть каждый без всяких затрат. «Тебе интересно будет посмотреть Мичиган-авеню? Там такие красивые дома, и вся улица такая красивая». «А где находится театр Джейкобса?» — прервала ее Керри. Это был один из театров, в котором ставились мелодрамы. «Не очень далеко отсюда», — ответила ей сестра, — вернее, даже совсем близко, на Холстед-стрит. «Вот бы пойти в этот театр. Я ведь, кажется, проходила сегодня по Холстед-стрит». Вместо ответа на самый, казалось бы, естественный вопрос последовала маленькая заминка. Мысли человека удивительно окрашивают все его действия. Стоило упомянуть о театре, как настроение за столом тотчас омрачилось. В этом сказалось безмолвное неодобрение всего, что влечет за собою трату денег. И Ганссон и Минни оба одновременно подумали об этом. Последняя ответила «да», но Керри сразу почувствовала, что посещение театров здесь не поощряется. Разговор на эту тему не возобновлялся до тех пор, пока Ганссон, покончив с едой, не ушел в другую комнату, захватив с собою газету. Сестры принялись мыть посуду. Оставшись одни, они заговорили свободнее, и Керри, то и дело прерывая беседу, начинала тихонько напевать. — Хорошо бы сейчас пройтись немного по городу и взглянуть на Холстед-стрит, если это не очень далеко, — вскоре сказала она. — Давайте сходим сегодня в театр. — Ну, вряд ли, Свен, захочет куда-нибудь идти, — возразила Минни. Ему нужно рано вставать. Но он едва ли будет против, ведь это доставит ему удовольствие. Нет, он не очень любит ходить по театрам. — А мне хотелось бы пойти, — сказала Керри. — Давай пойдем вдвоем. Минни задумалась. Не о том, пойдет ли она, на этот вопрос у нее уже был готов отрицательный ответ, а о том, как бы направить мысли сестры по другому руслу. — Как-нибудь в другой раз, — сказала она, наконец, не придумав ничего лучшего. Керри сразу догадалась, в чем тут загвоздка. — У меня есть немного денег, — сказала она. — Пойдем со мной, Минни. Минни покачала головой. — Возьмем и его с собой, — предложила Керри. — Нет, — тихо ответила Минни и загромыхала посудой, чтобы прекратить разговор. Он не пойдет. Сестры не виделись несколько лет, и за это время в характере Керри обнаружилось нечто новое. Она обладала врожденной робостью, которая проявлялась всякий раз, как ей приходилось бороться за свое благополучие, а тем более в тех случаях, когда у нее было недостаточно сил или средств для этой борьбы. Но она страстно тянулась ко всяким развлечениям и удовольствиям, и это было одной из основных черт ее характера. Она могла уступить в чем угодно, только не в этом. — Ну, спроси его, — умоляюще прошептала она. А Минни думала о той прибавке к бюджету, которую даст им заработок сестры. Эти деньги пойдут на оплату квартиры, и ей не так тяжело будет каждый раз заводить с мужем разговор о расходах. Но раз Керри уже сейчас начинает гнаться за развлечениями, то, пожалуй, пустит на ветер все свои денежки. Если сестра не захочет подчиняться раз и навсегда установленному распорядку их повседневной жизни, если она не поймет, что нужно усердно работать, не помышляя ни о каких забавах, тогда какой же прок от того, что она приехала в город? Несмотря на такие мысли, Минни вовсе не была расчетлива и черства по натуре. Это были серьезные раздумья женщины, которая, даже не слишком сетую на судьбу, всегда приспособлялась к тем жизненным условиям, какие мог обеспечить ей беспрерывный труд. Наконец Минни уступила и решилась спросить Гансона. Но сделала она это, скрепя сердце и ничуть не разделяя желания сестры. — Керри предлагает нам сходить в театр, — сказала она, заглядывая в комнату, где сидел муж. Оторвавшись от газеты, Гансон обменялся с Минни взглядом, яснее слов говорившим, «Это вовсе не то, чего мы ожидали». — Мне неохота, — отозвался он. — А что она хочет посмотреть? — Ей хочется побывать в театре Джейкобса. Гансон снова уткнулся в газету и отрицательно покачал головой. Увидя, как супруги отнеслись к ее предложению, Керри отчетливо поняла, как живут эти люди. Это произвело на нее гнетущее впечатление, но не вызвало решительного протеста. — Я спущусь вниз и постою у подъезда, — сказала она. Минни не стала возражать, и Керри, надев шляпу, вышла из квартиры. — Куда ушла Керри? — спросил Гансон, который вернулся в столовую, услышав, как хлопнула дверь. — Она сказала, что сойдет вниз и постоит у подъезда, — ответила Минни. Наверное, ей захотелось просто подышать свежим воздухом. — Куда же это годится? Сразу деньги на театры тратить, а? — Это она, наверное, просто от любопытства осмелилась сказать Минни. Ей все здесь в новинку. — Хм, не знаю, — проворчал Гансон и, слегка нахмурив лоб, направился к ребенку. Он думал о том, сколь тщеславны и расточительны могут быть молодые девушки, и удивлялся, как это Керри может даже мечтать о подобных вещах при столь ничтожном заработке. В субботу Керри опять пошла в город. Она направилась к реке, которая очень занимала ее, а потом вернулась по Джексон-стрит, застроенной прекрасными домами с зеленой лужайкой перед каждым. Впоследствии это позволило превратить улицу в бульвар. Керри была ошеломлена такими доказательствами огромных богатств, хотя на этой улице вряд ли жил хоть один человек, чей капитал превышал бы сто тысяч долларов. Девушка была рада вырваться из квартиры сестры. Она уже успела понять, какой убогой и бесцветной жизнью живет эта семья, и убедилась, что радостей и интересных впечатлений нужно искать где-то в другом месте. Голова ее теперь была занята размышлениями на более легкомысленные темы, и она не раз подумывала о том, где-то теперь Друэ. Она далеко не была уверена, что он не явится в понедельник вечером, и хотя мысль о подобной возможности несколько тревожила ее в глубине души, она все же смутно желала, чтобы он пришел. В понедельник Керри встала рано и собралась идти на работу. Она надела старую блузку из синей бумажной ткани в крапинку, выцветшую юбку из коричневой шерсти и маленькую соломенную шляпу, которую все лето проносила в Колумбия-Сити. Ботинки на ней были сильно поношенные, а галстук такой измятый и бесформенный, каким бывает всякая вещь после долгого употребления. Теперь Керри мало чем отличалась от фабричных работниц, но черты ее красивого лица были совсем незаурядны, и она производила впечатление милой, приятной и сдержанной девушки. Не так-то легко встать на заре человеку, который, подобно Керри, привык спать в родном доме до семи-восьми часов утра. Она снова ощутила всю тяжесть жизненного уклада в доме сестры, когда совсем еще сонная в шесть часов заглянула в столовую и увидела там Гансона, безмолвно заканчивавшего завтрак. К тому времени, когда она оделась, он уже успел уйти. Керри завтракала вместе с Минни, а ребенок сидел за столом на высоком стуле и размазывал по тарелке кашу. Теперь, когда настало время приступить к своим незнакомым, непривычным обязанностям, настроение Керри сильно упало. От всех ее красивых грез остался только пепел, но и под этим пеплом еще тлели красные угольки надежды. Нервы ее сдали, и она, совсем подавленная, ела молча и старалась представить, что это за обувная фабрика, какая у нее будет работа и как отнесется к ней ее наниматель. Ей уже смутно представлялось, что она будет работать где-то около могущественных владельцев, к которым время от времени приходят солидные, одетые по моде мужчины. — Ну, — желая успеха, — сказала Минни и сестре, когда та собралась уходить. Было решено, что Керри пойдет пешком, по крайней мере, в это утро, чтобы выяснить, будет ли она в состоянии ходить так каждый день. Шестьдесят центов в неделю на конку — крупный расход при заработке в четыре с половиной доллара. — Я тебе вечером расскажу, как у меня пойдет работа, — сказала Керри. Она очутилась на залитой солнцем улице, по которой в обе стороны спешили рабочие и мчались в вагонной конке, битком набитые мелкими служащими разных оптовых фирм. Из подъездов выходили люди и торопливо расходились в разные стороны. Керри немного приободрилась. Какие страхи могут надолго удержаться при ярком свете утреннего солнца под голубым небом при свежем бодрящем ветерке? В четырех стенах ночью и даже в сумрачные дни страхи и зловещие предчувствия растут и крепнут, но на воздухе, в солнечную погоду, человек теряет страх даже перед смертью. Керри шагала все дальше, перешла через мост и свернула на Пятую Авеню. Улица эта напоминала ущелье с ответственными стенами из бурого известняка и темно-красного кирпича. Огромные зеркальные витрины сверкали чистотой. Шумные подводы с кладью наводняли улицы. Во всех направлениях двигались толпы мужчин и женщин, мальчиков и девочек. Навстречу Керри попадались и девушки одного с нею возраста, которые, казалось, презирали ее за робость. Керри делилась широкому размаху жизни в этом городе и думала о том, как много нужно уметь, чтобы играть в ней хоть какую-то роль. Она боялась, что окажется ни на что негодной, не сумеет взяться за дело, что ее найдут в недостаточно расторопной. Разве не отказывали ей во всех других местах от того, что она ничего не умеет? А вдруг ее обругают, оскорбят и с позором выгонят на улицу? Чувствуя слабость в коленках, с трудом переводя дыхание, приближалась Керри к огромной обувной фабрике на углу Адамс-стрит и Пятой авеню. Лифт поднял ее на четвертый этаж, но там не оказалось ни души. Кругом одни лишь длинные проходы между нагроможденными до потолка ящиками. Керри стояла испуганная, поджидая, чтобы кто-нибудь вышел к ней. Вскоре показался мистер Браун, но он, очевидно, не узнал ее, что вам угодно, — спросил он. У Керри упало сердце. — Вы велели мне прийти сегодня утром. Я насчет работы. — Так-так, — прервал он ее. — Хм, как вас зовут? — Керри Мибер. — Так. — повторил он. — Ступайте за мной. Они шли между темными рядами ящиков, распространявших запах новой обуви, пока не достигли железной двери, которая вела в мастерские. Керри увидела просторное помещение с низким потолком, где громыхали и щелкали машины, у которых работали мужчины в белых рубахах с засучными рукавами и в синих передниках. Керри, слегка озардевшись и глядя прямо перед собой, робко шла за своим провожатым среди грохочущих автоматов. В дальнем углу мастерской они вошли в лифт и поднялись на шестой этаж. Мистер Браун жестом подозвал мастера, тотчас вышедшего к нему из лабиринта машин и рабочих столов. — Вот та девушка, о которой я говорил, — сказал он, и, повернувшись к Керри, добавил. — Идите за ним. Мистер Браун тотчас же ушел, а Керри последовала за своим новым начальником к небольшому столику в углу помещения, отведенного под контору. — Вы никогда не работали в обувной мастерской? — довольно сурово спросил мастер. — Нет, сэр, — ответила Керри. Мастеру, очевидно, не хотелось возиться с неопытной работницей, но все же он записал ее имя и повел вглубь мастерской, где на табуретках перед щелкающими машинами сидели в ряд девушки. Он положил руку на плечо одной из работниц, которая с помощью машины пробивала отверстие в заготовках башмаков. — Покажи ей, как это делается, — сказал мастер, показывая на Керри, — а потом подойди ко мне. Девушка, к которой он обратился, быстро встала и уступила свое место Керри. — Это совсем нетрудно, — сказала она, наклонившись над новенькой. — Берешь кожу вот так, зажимаешь здесь и пускаешь машину. Девушка закрепила маленькими переставными зажимами кусок кожи, из которого должна была выйти правая половина заготовки мужского ботинка, и надавила на небольшой рычажок сбоку. Машина быстро заходила и резкими щелчками начала пробивать вдоль края заготовки дырочки для шнурков, выбрасывая при этом круглые кусочки кожи. Последив за работой Керри и убедившись, что она недурно справляется, девушка ушла. Куски кожи поступали к Керри от соседки, сидевшей у машины справа, она же передавала их соседке слева. Керри сразу поняла, что должна соблюдать известную скорость, иначе возле нее накопится груда заготовок, и это задержит работу тех, кто сидит слева от нее. У девушки не было времени оглядываться по сторонам, и она усердно принялась за дело. Соседки понимали, что она смущается и волнуется, и, насколько могли, старались помочь ей, немного замедляя темп работы. Керри ни на секунду не отрывалась от машины, ее однообразный ритм успокаивал нервы, отгонял внушенные воображением страхи. Мало-помалу она заметила, что в мастерской темновато, спертый воздух был насыщен запахом новой кожи, но это не тяготило ее. Зато она ловила на себе взгляды окружающих и мучилась мыслью, что работает недостаточно быстро. Как-то раз, когда Керри, неправильно вложив заготовку в машину, возилась с зажимом, перед ее глазами показалась огромная рука и помогла ей укрепить зажим. Это был мастер. Сердце Керри заколотилось так сильно, что у нее помутнело в глазах, и она не могла продолжать. «Пускайте же машину», — сказал мастер. «Пускайте машину, не задерживайте других». Этот возглас привел девушку в себя, еле дыша от волнения, она вновь принялась за работу, и лишь когда исчезла тень, стоявшая за ее спиной, она перевела дух. Время шло, и в помещении становилось все жарче и жарче. Керри томилась по глотку свежего воздуха, ее мучила жажда, но она не смела встать. Табурет, на котором она сидела, не имел ни спинки, ни подножки, и девушка начала испытывать крайне неприятную ламоту во всем теле. Вскоре у нее заныла спина. Керри вертелась, изгибалась, часто меняла положение, но это помогало ненадолго. Она начала уставать. «А ты бы встала?» — без лишних вступительных слов посоветовала ей соседка. «Это не запрещено». Керри ответила ей благодарным взглядом. «Пожалуй, я так и сделаю», — сказала она. Поднявшись с табурета, она некоторое время работала стоя, но эта поза оказалась еще более неудобной, заныли шея и плечи. Атмосфера, царившая в мастерской, угнетающе действовала на Керри своей грубостью. Она не осмеливалась оглянуться, но иногда сквозь щелканье машин до ее слуха доносились обрывки разговоров, а кое-что она могла заметить краешком глаза. «Ты вчера видела, Гарри?» — спросила свою соседку-работница, сидевшая слева от Керри. «Нет». «Ну, посмотрела бы ты его в новом галстуке! Да чего ж он был интересный!» — шепнула другая девушка и еще ниже склонилась над работой. Ее подруга тотчас же умолкла и приняла серьезный вид. Мастер медленно прошел мимо, внимательно оглядывая каждую работницу, но как только он исчез из поля зрения, разговор возобновился. «Слушай», — снова начала девушка слева от Керри, — «ты знаешь, что он сказал?» «А что?» — говорит, будто видел меня с Эдди Гаррисоном у Мартина. «Да ну!» — девушки захихикали. Какой-то рыжий молодой детина, которому давно следовало бы подстричься, прошел между машинами, шаркая ногами и прижимая к животу корзину с обрезками кожи. Неподалеку от Керри он быстро протянул руку и схватил за локоть одну из девушек. «Не смей!» — сердито огрызнулась та «болван». Рыжий детина только осклабился. «Ла-мака!» — бросил он, когда она посмотрела ему вслед. Дело дошло до того, что Керри больше уже не в силах была сидеть, ноги ее ныли, ей хотелось встать и потянуться. Неужели никогда не наступит полдень? Девушке казалось, что она проработала уже целый день. Голода она совсем не ощущала, зато испытывала ужасную слабость во всем теле. Глаза, которым приходилось напряженно следить за тем, чтобы удар Пуансона приходился как раз в намеченную точку, устали. Девушка, сидевшая справа, заметила, что новенькая страдает, и ей стало жаль ее. Керри слишком уж усердствовала, а в действительности ее работа требовала гораздо меньше умственного и физического напряжения. Но ей ничем нельзя было помочь, груда заготовок непрестанно росла. Сначала у Керри заныли запястья, потом пальцы, и вся она превратилась в сплошную массу наболевших мышц, которым все время нужно было выполнять одно единственное механическое движение, становившееся все мучительнее и доводившее до тошноты. Когда Керри, не видя конца этой пытки, пришла уже в полное отчаяние по шахте лифта откуда-то снизу, вдруг донеслись глухие удары колокола, и наступил перерыв. Сразу поднялся гул голосов, и началась суетня. Вмиг все девушки вскочили с мест и поспешили в смежное помещение. Из отделения справа через мастерскую стали проходить мужчины. Быстро вращающиеся колеса запели на все понижающейся ноте, пока их гудение не замерло совсем. Наступила тишина, в которой голоса звучали как-то необычно. Керри встала и пошла за своим завтраком. Все ее тело одеревенело, голова слегка кружилась и хотелось сильно пить. По пути к маленькой загородке, где хранилось верхнее платье, Керри столкнулась с мастером, и тот пристально посмотрел на нее. «Ну?» — начал он. «Как справляетесь с работой?» «Ничего», — почтительно ответила Керри. «Хм», — промычал мастер, и, не зная, что еще сказать, пошел дальше. В другой обстановке эта работа вовсе не была бы такой тяжелой, но новые идеи о хороших условиях труда в те времена еще не коснулись промышленных компаний. К сильному запаху смазочного масла и кожи примешивались затхлые запахи старого здания, что было не особенно приятно. Пол, который подметали только вечером, был завален отбросами. Об удобствах рабочих никто не заботился. Считалось, что прибыль увеличится, если давать им как можно меньше и как можно больше загружать тяжелой, низкооплачиваемой работы. Подножки и выдвижные спинки у стульев, столовые для работниц, чистые передники и приличная гардеробная — обо всем этом тогда никто и не мечтал. Уборные были мрачные, грязные, даже зловонные. Все поражало убогостью. Кэрри выпила кружку воды из ведра в углу и огляделась, ища место, где бы присесть и позавтракать. Остальные работницы разместились на подоконниках и на рабочих столах тех мужчин, которые вышли из мастерской. Не найдя ни одного свободного местечка, Кэрри, по натуре слишком робкая, чтобы навязывать кому-либо свое присутствие, вернулась к своей машине и села на табурет. Поставив на колени коробку с завтраком, она открыла ее и стала прислушиваться к разговорам. Болтовня работниц большей частью лишена была всякого содержания и густо уснащена жаргоном. Некоторые из мужчин, оставшихся в мастерской, издалее перебрасывались словечками с девушками. «Послушай, Китти!» — крикнул один из них, обращаясь к девушке, сделавшей несколько туров вальса на крохотном пространстве возле окна. «Пойдем со мной на танцы, а?» «Смотри в оба, Китти!» — крикнул другой. «А то он тебе прическу-то попортит!» «Ну уж, ты помалкивай!» — отозвалась девушка, прислушиваясь к этой фамильярной болтовне между мужчинами и женщинами. Кэрри инстинктивно замыкалась в себе. Она не привыкла к подобным разговорам и угадывала в них что-то грубое и гадкое. Кэрри боялась, как бы кто-нибудь не пристал к ней с такими шутками. Молодые люди, работавшие в мастерской, казались ей неуклюжими и смешными, как и вообще все мужчины, конечно, кроме Друэ. Чисто по-женски она судила о мужчинах по одежде, приписывая элегантному костюму высокие душевные достоинства, а качества неприятные и незаслуживающие внимания оставляла рабочим блузом и грязным комбинезоном. Она даже обрадовалась, когда кончился короткий получасовой отдых и снова зажужжали колеса машин. Как не устала Кэрри, она жаждала снова затеряться в массе работницы. Но и это оказалось невозможным. Один молодой рабочий, проходя мимо, с самым невозмутимым видом ткнул ее пальцем в бок. Кэрри порывисто обернулась, в глазах ее вспыхнуло негодование, но обидчик уже пошел дальше и только раз оглянулся, широко оскладившись. Кэрри стоило больших усилий сдержать слезы. Соседка заметила это. — Ты не обращай внимания, — сказала она, — этот парень ужасный нахал. Кэрри ничего не ответила и еще ниже склонилась над машиной. Ей казалось, что она не вынесет подобной жизни. Ее представление о работе было совсем иное. Всю вторую половину дня она думала о городе, лежащем за стенами мастерской, о витринах роскошных магазинов, о толпах народа, о красивых домах. В памяти вставали родные места. Вспомнилось все то хорошее, что она оставила дома. В три часа ей казалось, что уже шесть, а в четыре она начала подумывать, что начальство не следит за часами и заставляет всех работать сверхурочно. Мастер стал прямо зверем. Он шнырял по мастерской, ни на минуту не позволяя отвлекаться от ужасной работы. Обрывки разговоров, которые улавливала Кэрри, убивали в ней желание подружиться с кем-либо из девушек. Когда, наконец, пробила шесть, она порывисто встала и поспешно вышла. Руки у нее болели, все тело ломило от работы в одном положении. Когда, надев шляпу, она проходила по длинному коридору, ее окликнул какой-то молодой рабочий, которому она приглянулась. — Послушай, милашка, — сказал он, — я провожу тебя, если ты меня обождешь. Было ясно, что эти слова относятся именно к Кэрри, но она даже не оглянулась. В битком набитом лифте юнец в пыльной, грязной от работы одежде пожирал девушку глазами, пытаясь произвести на нее впечатление. На улице какой-то парень, поджидавший на тротуаре товарища, ухмыльнулся при виде Кэрри и шутливо бросил «Нам, случайно, с вами не по дороге?» С тяжелым сердцем Кэрри торопливо прошла мимо. Свернув за угол, она через огромное зеркальное окно увидела столик, возле которого некоторое время тому назад впервые справлялась о работе. По улице, как и раньше, двигались суетливые, шумные толпы бодрых, энергичных людей. Кэрри почувствовала некоторое облегчение, но оно было вызвано лишь тем, что ей удалось вырваться из мастерской. Ей было стыдно перед встречными, лучше нее одетыми девушками. Она чувствовала, что заслуживает лучшего, и душа ее бунтовала. Глава пятая Сияющий ночной цветок Как было упомянуто о Кэрри Друэ не пришел в назначенный вечер. Получив письмо Кэрри, он на время оставил все мысли о ней и всецело отдался развлечениям в том духе, в каком он понимал это слово. В этот день он обедал в довольно известном ресторане «Ректор», занимавшем подвальное помещение на углу «Кларк» и «Монн-стрит». После обеда Друэ отправился в бар «Фитцжеральд и мой» на «Адамс-стрит», напротив монументального здания муниципалитета. Там он присел у роскошной стойки, проглотил рюмку чистого виски и, купив две сигары, закурил одну из них. Это, по представлению Друэ, входило в обиход жизни высшего общества. Один из примеров того, какую, наверное, была эта жизнь в целом. Друэ не был пьяницей и не был человеком денежным. Он только жаждал всего, что было лучшим в жизни, в его представлении, разумеется, и подобное времяпрепровождение казалось ему частицей этого лучшего. Ресторан «Ректор» со стенами и полом из полированного мрамора, весь залитый светом и уставленный серебром и фарфором, а главное, пользующийся репутацией излюбленного убежища артистов, казался ему наиболее подходящим уголком для преуспевающего человека. Друэ любил хорошо одеться, вкусно поесть, но больше всего он ценил хорошую компанию и знакомство с людьми, добившимися успеха в жизни. Обедая в этом ресторане, он испытывал удовольствие от мысли, что здесь часто бывает Джозеф Джефферсон, что Генри Дикси, другой знаменитый актер того времени, сидит за несколько столиков от него. Это удовольствие всегда можно было получить у «Ректора», где встречались политики, биржевые маклеры, актеры, а также известные всему городу богатые молодые шалопаи, и где они пили и ели среди гула банальной болтовни. «Он сидит такой-то!» Подобную фразу можно было нередко услышать из уст того или иного джентльмена, особенно из числа тех, кто еще не достиг, хотя и надеялся в свое время достигнуть головокружительной высоты, позволяющей тратить деньги на обильный обед у «Ректора». «Да неужели?» — следовал обычный ответ. «Ну, конечно, разве вы не знаете? Он директор большой оперы». Когда это доносилось до ушей Друэ, он расправлял плечи и ел с еще большим аппетитом. Если ему и без того свойственно было некоторое тщеславие, подобные разговоры могли только усилить его. Если он был честолюбив, они могли лишь еще больше разжечь его честолюбие. О, настанет день, когда и он сам будет швырять кредитки целыми пачками. Он и сейчас может обедать там, где обедают эти люди. Предпочтение, которое он отдавал бару Фитцжеральд и мой на Адамс-стрит, основывалось на тех же соображениях. Для Чикаго это был роскошный бар. Как и ресторан «Ректор», он был залит мягким электрическим светом, пол его был выложен пестрыми квадратными плитками, а стены в нижней части облицованы темным полированным деревом, отражавшим огни прекрасных люстр. Цветная лепка в верхней части стен делала зал необычайно роскошным. Длинная стойка бара вся утопала в мягком свете и тоже была облицована полированным деревом. Повсюду сверкали хрусталь, цветное стекло и, конечно, множество бутылок всевозможных затейливых форм. Это был действительно великолепный бар с огромными пальмами, с дорогими винами и с обилием фруктов, конфет и сигар, лучше которых нельзя было найти нигде. В ресторане «Ректор» Друэ познакомился с мистером Герствудом. Это был управляющий баром Фицджеральд и мой. О нем говорили как о человеке преуспевающем и весьма светском. Герствуд вполне оправдывал это мнение. Ему было под сорок, он обладал крепким сложением, деятельной натурой и имел солидный, внушительный вид, отчасти благодаря тому, что носил отличные костюмы, белоснежные рубашки и драгоценные запонки и булавки, но главным образом — благодаря сознанию собственной значительности. Друэ тотчас же понял, что это человек, с которым стоит водить дружбу, и потому не ограничился простым знакомством с Герствудом, а стал заходить в бар на Адамс-стрит всякий раз, как у него являлось желание пропустить стаканчик или выкурить сигару. Герствуд представлял собой довольно интересный тип. Он был умен и хитер в мелочах, и умел производить на людей выгодное впечатление. Его должность была довольно почетной, нечто вроде директора, но без права распоряжаться финансами. Ценой у большого усердия и настойчивости после долгих лет службы Герствуд сумел подняться от должности буфетчика в дешевеньком салуне до нынешнего положения. У него был при баре свой маленький кабинет, отделанный полированным вишневым деревом, и здесь, в своем столе, он хранил всю свою весьма несложную бухгалтерию, с помощью которой учитывал товары, нужные, заказанные и полученные. Общее руководство и финансовые функции осуществляли владельцы Фитцжеральд и Мой, и кассир, в ведении которого находилась выручка. Большую часть времени Герствуд расхаживал по бару в элегантном костюме из заграничного материала, сверкая солитером на пальцы и великолепной булавкой с голубым алмазом в галстуке, щеголяя изумительным жилетом непременно какого-нибудь нового фасона, массивной золотой цепью, замысловатым брелоком и часами наилучшей марки. Он знал по имени и приветствовал словами «А, здорово, старина!» Сотни актеров, коммерсантов, политиков и множество всяких других людей, пользовавшихся известностью в городе. И этим отчасти объяснялись его популярность и успех. У него была точно градуированная шкала приветствий, постепенно повышавшаяся от «Добрый день» по адресу конторщиков и мелких служащих, получавших 15 долларов в неделю, но благодаря частому посещению бара, имевших честь знать, кто такой Герствуд, «Да здравствуйте, здравствуйте, как поживаете!» Это относилось к знаменитостям или богачам, знавшим его и относившимся к нему дружелюбно. Существовал, однако, еще один разряд гостей, слишком богатых или слишком знаменитых. С ними Герствуд даже и не пытался позволить себе фамильярный тон. К таким людям он подходил с профессиональным тактом, оказывая им должное почтение и придавая при этом своему лицу выражение серьезности и собственного достоинства. Такое поведение завоевывало Герствуду их благосклонность, а достоинство его при этом нисколько не страдало. И, наконец, было несколько завсегдатов, не богатых, но и не бедных, довольно известных, но не пользовавшихся громкой славой, с которыми Герствуд поддерживал истинно приятельские отношения. С людьми этого сорта он охотнее всего беседовал, к их мнению он серьезнее всего прислушивался, он любил время от времени доставлять себе удовольствие, то есть посещать бега, театры или спортивные зрелища, устраивавшиеся в каком-либо клубе. У него был хороший выезд. Вместе с женой и двумя детьми он жил в красивом особняке на северной стороне, близ Линкольн-парка, и был представителем нашего американского так называемого высшего класса, и по жизненному уровню стоял лишь ступенью ниже денежных тузов. Друэ очень нравился Герствуду. Ему по душе были и добродушная общительность этого молодого человека, и его нарядный внешний вид. Он знал, что Друэ всего лишь камевеяжор, и при том с весьма небольшим стажем, но Бартлетт, Карио и Компани считалась крупной и процветающей фирмой, и Друэ был там на хорошем счету. Герствуд хорошо знал мистера Карио, и порою, когда тот приходил с приятелями, выпивал с ним за компанию бокал, участвуя в общем разговоре. Чавес Друэ обладал чувством юмора, качеством весьма полезным в его деле, и при случае с успехом мог рассказать какой-нибудь забавный анекдот. С Герствудом он говорил о бегах, рассказывал ему о своих приключениях с женщинами, и о прочих интересных случаях из своей жизни, делился сведениями о состоянии рынка в тех городах, куда ему приходилось ездить, словом, умел быть приятным и интересным собеседником. В этот вечер настроение у Друэ было на редкость хорошее, так как отчет его был одобрен фирмой, новые образцы отобраны удачно, и он успел разработать маршрут поездки на ближайшие полтора месяца. «А, Чарли, старина!» — приветствовал его Герствуд, когда Друэ часов восемь вечера появился в баре. «Как дела?» Бар в этот час был переполнен. Благодушно улыбаясь, Друэ поздоровался с Герствудом, и они вместе направились к стойке. «Спасибо, не дурно!» «Я вас месяца полтора не видел. Когда вы приехали?» «В пятницу», — ответил Друэ. «Очень удачно съездил». «Рад слышать», — сказал Герствуд. Его черные глаза, в которых обычно таилось холодное равнодушие, засветились неподдельной теплотой. «Что вы будете пить?» — спросил он, когда буфетчик в белоснежной куртке и таком же галстуке слегка наклонился вперед в ожидании заказа. «Старую перцовку», — решил Друэ. «И мне капельку того же», — сказал Герствуд. «Вы долго пробудете в городе?» «Только до среды. Теперь поеду в Сен-Поль». «В субботу здесь был Джордж Ивенс. Говорил, что видел вас на прошлой неделе в Милуоке». «Да, я видел Джорджа», — подтвердил Друэ. «Верно, славный малый. Мы недурно провели с ним время». Буфетчик поставил перед ними бутылку и, продолжая разговор, приятели налили каждый себе. Друэ, согласно этикету, наполнил свою рюмку на две трети, а Герствуд налил себе лишь несколько капель и добавил сельцерской. «Куда это девался Карио?» — спросил Герствуд. «Уже недели две, как он не показывается?» «Говорят, слег», — ответил Друэ, «ведь у старика подагра». «В свое время немало денежек нажил, а?» «Да, денег у него уйма», — согласился Друэ, «но он долго не протянет, теперь почти совсем не заглядывает в контору». «У него, помнится, только один сын», — спросил Герствуд. «Да, и при том из тех, что торопятся жить», — рассмеялся Друэ. «Ну, я не думаю, чтобы он мог сильно повредить делу, пока существуют другие компаньоны. Да, я тоже не думаю, чтобы он мог нанести какой-либо ущерб». Герствуд стоял, прислонившись к стойке, в расстегнутом пиджаке, засунув большие пальцы обеих рук в карманы жилета. Свет ярко переливался в булавки его галстука и в перстнях, и это придавало всему его облику приятную изысканность. Он казался воплощением утонченности и благополучия. Человеку, не пьющему и склонному к серьезным размышлениям, этот огромный сверкающий зал, наполненный шумной говорливой толпой, показался бы какой-то аномалией, странным извращением природы и жизни. Сюда бесконечной вереницей залетали мотыльки, чтобы погреться в теплых лучах яркого света. Судя по долетавшим обрывкам разговора, здешняя обстановка не располагала к интеллектуальным беседам. Мошенники, очевидно, выбрали бы более укромный уголок для обдумывания своих хитроумных махинаций, а политики не стали бы сходиться к компании и обсуждать секретные дела в таком месте, где всякий человек с острым слухом мог бы их подслушать. Пребывание в баре всех этих людей едва ли можно объяснить их пристрастием к вину, так как большинство из тех, кто постоянно посещает эти великолепные места, отнюдь не страдают алкоголизмом. Тем не менее, то, что люди собираются именно здесь поболтать, здесь любят заводить знакомства, должно иметь какие-то причины. Несомненно, удивительное переплетение человеческих страстей, неких смутных желаний, вызвало к жизни эти учреждения, иначе их не было бы на свете. Друэ, например, влекли сюда в равной степени как жажду удовольствий, так и желание блистать среди людей вышестоящих. Приятели, с которыми он здесь встречался, посещали бар потому, что сами, возможно, того не сознавая, испытывали потребность в том обществе, в том внешнем блеске, какие они тут находили. В конце концов, это явление можно было бы, пожалуй, рассматривать как признак, знаменующий улучшение общественных нравов, ибо, хотя посетители и влекли сюда чисто чувственное желание, в этом не было ничего дурного, никому не может принести вред созерцание богато обставленного зала. В худшем случае, это может вызвать в человеке, смотрящем на жизнь с грубо материалистической точки зрения, стремление жить столь же богато. Но и в этом случае надо винить не убранство ресторанов, а врожденной склонности человека. То, что такая атмосфера может побудить кого-то в недорогом костюме во что бы то ни стало перещеголять другого, у которого костюм подороже, вряд ли возможно объяснить чем-либо иным, кроме мелкого чистолюбия. Устраните единственное, что вызывает возражение – алкоголь, и ни один человек не будет ничего иметь против остающихся достоинств таких заведений. Популярность современных модных ресторанов подтверждает правильность этой точки зрения. И тем не менее освещенный зал, разодетая алчная толпа, занятая пустой самодовольной болтовнёй, где нет и следа сильного ума, глубоких мыслей, всё это преклонение перед мишурным блеском и щегольством показалось бы человеку, находящемуся вне этих стен, под чистым сиянием вечных звёзд, чем-то удивительным и странным. Да, если стоять под звёздами, где гуляет холодный ночной ветер, и смотреть на освещенный бар, он должно быть кажется сияющим ночным цветком, загадочной, издающей одуряющий аромат розы и наслаждений, окружённой роем мотыльков. «Видите того субъекта, который только что вошёл сюда?» тихо произнёс Герцвуд, взглянув на джентльмена в цилиндре и длинном двубортном сюртуке. Жирные щёки его были красными, как после плотного обеда. «Нет, где?» — спросил Дрое. «Вон там!» — Герцвуд глазами указал в сторону джентльмена в шёлковом цилиндре. «Да, вижу», — сказал Дрое, бегло взглянув на него. «Кто же это?» «Это Жюль Уоллес, знаменитый спирит». Дрое поглядел на джентльмена уже внимательнее. «Я бы не сказал, что он похож на человека, имеющего дело с духами», — заметил он. «Право, не знаю, имеет ли он с ними дело или нет, но денежки у него водятся», — отозвался Герцвуд, и в глазах его блеснул алчный огонёк. «Я не особенно верю в подобные вещи», — сказал Дрое. «А вы?» «Как он сказать?» — ответил Герцвуд. «Может быть, в этом что-то и есть? Впрочем, я лично не стал бы ломать себе над этим голову. «Кстати», — добавил он, — «вы сегодня идёте куда-нибудь?» «Да, иду в театр смотреть дыру в земле», — ответил Дрое, называя популярную в то время комедию. «В таком случае вам пора идти уже половина девятого», — заметил Герцвуд, взглянув на часы. В баре поредело посетители стали расходиться. Одни направлялись в театр, другие — в свои клубы, а часть — к женщинам, источнику самых увлекательных наслаждений, во всяком случае для людей того типа, которые бывали здесь. «Да, мне пора», — сказал Дрое. «Заходите после спектакля», — предложил Герцвуд. «Я хочу вам кое-что показать». «С удовольствием», — обрадовался Дрое. «Но, может быть, вы чем-нибудь заняты сегодня?» — спросил управляющий баром. «Нет, ничем. Тогда заходите после театра». «В пятницу по дороге сюда я познакомился с очаровательной девчонкой», — сказал при прощании Дрое. «Надо будет, черт возьми, непременно навестить ее до отъезда». «На что она вам сдалась?» — отозвался Герцвуд. «Вы не знаете, какая это красотка», — конфиденциальным тоном сообщил Дрое, стараясь произвести впечатление на приятеля. «Итак, в двенадцать», — напомнил ему Герцвуд. «Да-да», — сказал Дрое, выходя из бара. Вот каким образом Кэрри была упомянута в самом легкомысленном и веселом месте как раз в то время, когда маленькая труженица горько оплакивала свою жалкую участь, которая была почти неизбежна для нее на первых порах новой жизни. Глава шестая. «Машина и девушка. Рыцарь наших дней». Вечером, вернувшись к сестре, Кэрри почувствовала что-то новое в атмосфере, чего не замечала раньше. Собственно, никакой перемены не произошло, но сама Кэрри изменилась, и это позволило ей лучше разобраться во всем, что происходит. После того, как Кэрри вернулась накануне в таком хорошем настроении, Минни ожидала услышать веселый рассказ о ее работе. Гансон тоже предполагал, что Кэрри будет вполне довольна. «Ну?» — начал он, проходя в рабочей одежде из передней в столовую, где была Кэрри. «Как твоя работа?» «Очень тяжело», — ответила девушка. «Мне там не понравилось». Выражение ее лица говорило яснее слов, что она устала и разочарована. «А что у тебя за работа?» — спросил Гансон, задерживаясь на секунду перед тем, как пройти в ванную. «У машины», — ответила Кэрри. Чувствовалось, что это занимало его лишь постольку, поскольку имел какое-то отношение к его семейному благополучию. Гансон был слегка раздражен. Надо же было так случиться, что Кэрри недовольна, хотя ей и повезло. Минни возилась на кухне уже с меньшим воодушевлением, чем за минуту до прихода Кэрри. Шипение мяса на сковородке не доставляло ей удовольствия после жалобы Кэрри. А между тем, единственное, что могло бы порадовать Кэрри после такого дня, — это возвращение в приветливый дом, сочувствие семьи, уютно накрытый стол, и чтобы кто-нибудь догадался сказать, ну, ничего, потерпи немного, ты еще найдешь что-нибудь получше. Но все ее надежды на сочувствие разлетелись в прах. Кэрри стало ясно, что ее сетования кажутся обоим супругам неосновательными. Она должна работать и молчать. Кэрри знала, что ей придется платить четыре доллара в неделю за свое содержание, и видела, что жизнь с этими людьми не сулит ей ничего, кроме тоски. Минни не годилась ей в подруге, она была намного старше. На все у нее были свои сложившиеся сообразно с обстоятельствами ее жизни воззрения. Гансон же, если у него и бывали радостные мысли или приятные моменты, предпочитал скрывать их. По его поведению никогда нельзя было догадаться о каких-либо его переживаниях. Он был безмолвен, как заброшенный дом. В Кэрри между тем текла горячая кровь юности, и она была не лишена воображения. У нее все было еще впереди, и ухаживание, и любовь с ее тайнами. Ей нравилось думать о том, что она хотела бы сделать, о платьях, которые она хотела бы носить, о местах, где хотелось бы побывать. Вот вокруг чего вертелись все ее мысли. И то, что здесь никто ее не понимал и не посочувствовал ей, она воспринимала как препятствие каждому своему шагу. Перебирая в уме события дня, Кэрри совсем забыла, что может прийти Дрое, и теперь, убедившись, как неотзывчивы ее родственники, она даже хотела, чтобы он не пришел. Она не знала, что стала бы делать и как стала бы говорить с ним, если он вдруг появится. После ужина Кэрри переоделась. Стоило ей чуть принарядиться, и она опять стала примиленьким юным существом с большими глазами и грустным ртом. На лице Кэрри отражались ее чувства, смесь надежды, разочарования и уныния. Когда посуда была убрана со стола, Кэрри походила по комнате, поболтала немного с Минни, затем решила сойти вниз и постоять в дверях подъезда. Если Дрое придет, она встретит его там. Когда она надевала шляпу, в глазах ее мелькнул проблеск радости. Видно, Кэрри не особенно довольна своей работой и обратилась Минни к мужу, когда тот с газетой в руках зашел в столовую, чтобы посидеть там несколько минут. «Все равно, пока что надо хоть этого держаться», — сказал Гансон. «Она сошла вниз?» «Да. Ты бы сказала, пусть продержится. Может, не одна неделя пройдет, пока удастся найти что-то другое». Минни ответила, что так и сделает, и Гансон снова уткнулся в свою газету. «И будь я на твоем месте», — добавил он через некоторое время, — «я не позволил бы ей стоять в подъезде. Это не очень-то прилично. Хорошо, я ей скажу», — обещала Минни. Жизнь улицы не переставала интересовать Кэрри. Ей никогда не надоедало думать о том, куда направляются все эти люди в экипажах и как они развлекаются. Ее занимал лишь очень узкий круг интересов — деньги, собственная внешность, наряды и удовольствие. Изредка она мельком вспоминала Колумбия-сити, а иногда ее охватывало раздражение при мысли обо всем пережитом за день. Ну, в общем, маленький уголок мира вокруг нее приковывал все ее внимание. В первом этаже дома, где жила Минни, находилась пекарня, и Гансон отправился туда за хлебом, в то время как Кэрри стояла в подъезде. Девушка лишь тогда заметила Гансона, когда он очутился возле нее. «Я за хлебом», — только и сказал Гансон, проходя мимо. И вот пример угадывания мыслей на расстоянии. Гансон и вправду спустился за хлебом, но вместе с тем он хотел проверить, что делает Кэрри, и не успел он приблизиться к ней, как она уже поняла его намерение. Она не могла бы сказать, что это пришло ей в голову, но впервые в ней шевельнулась настоящая неприязнь к Гансону. Теперь ей стало ясно, что этот человек ей очень неприятен, он ее в чем-то подозревает. Иногда какая-нибудь мысль способна по-новому осветить окружающее. Спокойные раздумья Кэрри были нарушены, и вскоре после того, как Гансон вернулся домой, она последовала за ним. Когда прошло четверть часа и еще четверть часа, Кэрри поняла, что Друэ не придет, и почувствовала себя немного обиженной. Ей казалось, что он ее бросил, что она, видимо, недостаточно хороша для него. В квартире было тихо. Минни сидела за столом и шила при свете лампы. Гансон уже улегся спать. Усталая и разочарованная, Кэрри тоже заявила, что идет спать. «Да, пора уж», — сказала Минни, — «тебе ведь рано вставать». Утро не принесло ничего радостного. Гансон уже выходил из дому, когда Кэрри приоткрыла дверь своей комнаты. За завтраком Минни пыталась было занять сестру разговором, но у них не было никаких общих интересов. Как и накануне, Кэрри отправилась в город пешком, так как уже поняла, что ее четырех с половиной долларов, если вычесть из них плату за стол и квартиру, не хватит даже на конку. Невольно она подумала, что такое распределение заработка не особенно выгодно для нее, но стоило ей выйти на улицу, как утреннее солнце рассеяло все ее тяжелые мысли. Утреннее солнце обладает такой удивительной способностью. На обувной фабрике Кэрри провела томительно долгий день, и хотя работать ей было уже не так тяжело, как накануне, зато в ее впечатлениях было гораздо меньше новизны. Главный мастер во время обхода мастерской остановился возле ее машины и спросил, — Вы откуда взялись? — Меня нанял мистер Браун, — ответила Кэрри. — А, вот как, ладно, только смотрите, не задерживайте работу. Девушки, работавшие вместе с Кэрри, произвели на нее еще более неприятное впечатление, чем в первый день. Казалось, они были довольны своей долей, и все, как одна, какие-то неотесанные. У Кэрри было развито воображение куда больше, чем у них. Она не привыкла к их жаргону, да и одевалась Кэрри с большим вкусом, чем они. Особенно тяжело действовали на нее разговоры одной из соседок, девушки, ожесточенной жизненной борьбой. — Я сбегу отсюда, — как-то сказала та, обращаясь к своей подруге. — Грошовая плата и длинный рабочий день не для моего здоровья. Кэрри заметила, что девушки очень свободно держат себя с мужчинами, как с молодыми, так и с пожилыми, и перебрасываются с ними грубыми шутками. Вначале это ее шокировало. Несомненно, и ее ждет такое же обращение. — Здравствуй, красотка! — окликнул ее один из рабочих во время обеденного перерыва. — Славная у тебя мордашка! Это было сказано самым безобидным тоном, и парень рассчитывал услышать в ответ обычное «ну тебя проваливай», поэтому он был настолько удивлен, когда Кэрри молча отвернулась от него, что, смущенно ухмыльнувшись, поспешил прочь. А дома ее ждал еще более тоскливый вечер. Ей все труднее становилось тянуть это унылое существование. Она уже убедилась, что у Гансенов почти никогда не бывает гостей. Спустившись в подъезд, Кэрри постояла в дверях, потом, осмелев, решила немного пройтись. Неторопливая походка и праздный вид девушки вызывали обычного рода оскорбительный интерес. Кэрри была огорошена, когда хорошо одетый мужчина, лет тридцати, проходя мимо, внимательно посмотрел на нее, потом замедлил шаг и, обернувшись, сказал, «Вышли на прогулочку, да?» Кэрри в изумлении взглянула на него и попятилась. «Я вас совсем не знаю?» — еле нашлась она, что ответить. «О, это неважно!» — с улыбкой отозвался прохожий. Не ответив ни слова, Кэрри бросилась назад. До двери своего дома она добралась, еле переведя дух. Во взгляде этого мужчины было что-то, испугавшее ее. Так прошла вся неделя. Раз или два уставшая Кэрри чувствовала себя не в силах идти домой пешком и тратилась на конку. Кэрри была не особенно крепка, и от того, что она весь день сидела на одном месте, у нее ныла спина. Однажды она легла спать даже раньше Гансона. Цветы и девушки не всегда хорошо переносят пересадку на новую почву. Порою требуется почва более богатая, атмосфера более благоприятная для того, чтобы продолжался хотя бы естественный рост. Кэрри было бы легче, если бы она могла акклиматизироваться постепенно, если бы переход не был так резок. Ей было бы легче, если бы она нашла работу не так скоро и успела бы подробнее ознакомиться с городом, который вызывал в ней тревожное любопытство. В первый же дождливый день выяснилось, что у Кэрри нет зонта. Мини одолжила ей один из своих, старый выцветший. Тщеславие Кэрри воспротивилась этому. Она отправилась в универсальный магазин и купила там зонт, истратив на это целый доллар с четвертью из своих ничтожных средств. — Зачем ты это сделала? — ужаснулась Минни. — Но ведь мне нужен зонт, — ответила Кэрри. — Глупая девочка. Это обозлила Кэрри, но она ничего не ответила. Она вовсе не намерена ходить как простая фабричная работница, и пусть сестра на это не рассчитывает. В первую же субботу, вернувшись вечером домой, Кэрри уплатила сестре четыре доллара за стол и комнату. Принимая деньги, Минни почувствовала легкий укор совести, но она не знала, что сказать Гансону, если возьмет у сестры меньше. Этот достойный человек с довольной улыбкой выдал жене на хозяйство ровно четырьмя долларами меньше обычного. Таким путем он рассчитывал увеличить ежемесячные взносы на свой участок земли. А Кэрри ломала голову над проблемой, как одеваться и развлекаться на пятьдесят центов в неделю. Она много думала об этом и, наконец, внутренне взбунтовалась. — Я немного пройдусь по улице, — сказала она после ужина. — Не одна, надеюсь? — спросил Гансон. — Нет, одна, — ответила Кэрри. — Напрасно, — вмешалась Минни. — Но мне хочется хоть что-нибудь видеть, — сказала Кэрри. По тону, каким она произнесла последние слова, Гансоны впервые поняли, что она ими недовольна. — Что это с ней? — заметил Гансон, когда Кэрри вышла надеть шляпу. — Право, не знаю, — ответила Минни. — Хм, она должна бы понимать, что нельзя вечером разгуливать одной по улице. Однако Кэрри не пошла далеко. Она вскоре вернулась и постояла в дверях дома. На следующий день все отправились в Гарфилд-парк, но прогулка не доставила Кэрри никакого удовольствия, она стеснялась, так как была плохо одета. А на другой день на фабрике она услышала восторженные рассказы девушек об их, в сущности, довольно убогих развлечениях. Они были счастливы. Несколько дней подряд шел дождь, и Кэрри возвращалась домой на конке. Однажды, направляясь к остановке на Ван Бьюрен-стрит, она сильно промокла. Весь вечер Кэрри просидела одна в гостиной, задумчиво глядя вниз, где на мокрой мостовой отражались огни фонарей. Она была достаточно впечатлительна, чтобы прийти в скверное настроение. В следующую субботу она снова уплатила сестре четыре доллара и с тоской спрятала свои пятьдесят центов. Из разговоров с некоторыми работницами на фабрике она узнала, что у них куда больше остается из заработка на свои личные нужды. К тому же их постоянно приглашали куда-нибудь поклонники, молодые люди, на которых Кэрри после знакомства с Друэя смотрела свысока. Ей решительно не нравились эти пустомели фабричные рабочие. Ни в одном из них не было ни капли утонченности. Она, конечно, видела их только в рабочее время. Наступил день, когда по улицам города загулял холодный ветер. Первый вестник приближающейся зимы. Этот ветер нагромоздил облака в небе, растянул в длинные полосы дым из фабричных труб и резкими порывами мчался по улицам и перекресткам. Кэрри задумалась о зимней одежде. Что ей делать? У нее не было ни теплого жакета, ни шляпки, ни ботинок. Ей очень трудно было заговорить об этом с Минни, но, наконец, она собралась с духом. — Право, не знаю, что я буду делать зимой, — сказала она как-то вечером, когда они остались одни. — У меня нет теплой одежды, и мне нужна шляпа. Лицо Минни приняло озабоченное выражение. — А ты оставь себе часть заработка и купи шляпку, — предложила она сестре, хотя в душе была немало встревожена сложностями, которые вызовет уменьшение очередного взноса Кэрри. — Я бы очень этого хотела. Если ты позволишь, дай мне неделю или две, — сказала набравшись смелости Кэрри. — А два доллара ты можешь платить? — спросила Минни. Кэрри охотно согласилась, радуясь выходу из тяжелого положения, и сразу став щедрой. Она была в восторге и тотчас же принялась высчитывать. Прежде всего, ей нужна шляпка. Она так и не узнала, как удалось Минни объяснить все Гансону. А тот тоже ничего не сказал своячнице, но в квартире воцарилась атмосфера скрытого недовольства. План Кэрри, вероятно, удался бы, если бы не вмешалась болезнь. После одного из очередных дождей вдруг наступили холода, а Кэрри все еще ходила без теплого жакета. В шесть часов вечера она вышла из жаркой мастерской и сразу попала под холодный ветер. Ее охватило зноб, утром у нее появился насморк, но она все же отправилась на работу. На фабрике у нее весь день ныли кости, в голове была какая-то пустота. К вечеру Кэрри почувствовала себя совсем больной и, вернувшись домой, почти ничего не ела. Минни заметила, что она как-то сникла, спросила, что с ней. «Я сама не знаю», — ответила Кэрри, — «мне что-то плохо». Она не отходила от печки, и зубы у нее стучали от озноба. Совсем больная легла она в постель, а на следующее утро у нее оказался жар. Минни была очень расстроена, но внешне держалась с сестрой ласковым. Гансон же заметил, что Кэрри, пожалуй, лучше всего было бы на время вернуться домой. Когда дня через три Кэрри встала с постели, можно было не сомневаться, что она потеряла место на фабрике. Зима на носу, у девушки не было теплой одежды, а тут еще она лишилась работы. «Право не знаю, что делать», — сказала она. «Пойду в понедельник в город и поищу, может быть, что-нибудь подвернется». На этот раз старания Кэрри увенчались значительно меньшим успехом. Ее одежда не годилась для поздней осени. Последние свои деньги она истратила на шляпку. Три дня девушка бродила по городу, все больше и больше падая духом. Отношения с Гансонами становились все более натянутыми. С тяжелым сердцем Кэрри возвращалась по вечерам к ним на квартиру. Гансон был холоден, как лед. Кэрри понимала, что так не может долго продолжаться. Скоро ей придется признать себя побежденной и уехать домой. Весь четвертый день Кэрри тоже провела в поисках, заняв у Минни десять центов на завтрак. Она тщетно искала работы, хотя бы и совсем низко оплачиваемой. Она даже обратилась в какой-то маленький ресторан, в окошке которого увидела объявление о том, что требуется официантка, но ей ответили, что нужна опытная девушка. Совсем отчаявшись, Кэрри брела в густой толпе чужих людей. Внезапно чья-то рука взяла ее за локоть и повернула кругом. — Вот так-так! — услышала Кэрри. С первого же взгляда она узнала Друэ. Свежий и румяный, он весь так и сиял. Казалось, он был соткан из солнечных лучей и благодушия. — Как поживаете, Кэрри? — спросил он. — Вы очаровательны. Где вы пропадали? Кэрри невольно заулыбалась, тронутая этой неотразимой сердечностью. — Я была дома, — ответила она. — Вы знаете, я еще издали с той стороны улицы заметил вас и подумал, что это должно быть вы, — сказал Друэ, — а я только собирался было навестить вас. — Ну, как же вы поживаете? — Недурно, — с улыбкой ответила Кэрри. Друэ оглядел ее с ног до головы и пришел к обратному выводу. — Мне очень хотелось бы поговорить с вами, — сказал он. — Вы никуда не спешите. — Нет, сейчас не спешу, — ответила Кэрри. — Тогда зайдем куда-нибудь перекусить. Боже мой, вы не поверите, как я рад вас видеть! Кэрри почувствовала такое облегчение в присутствии этого жизнерадостного человека, к тому же обнаружившего явное участие к ней, что охотно согласилась, хотя изобразила некоторое колебание. Друэ взял ее под руку. — Ну, — сказал он, — и в тоне его было столько простого товарищеского чувства, что у девушки сразу потеплело на душе. Они пересекли Монро-стрит и направились в старинный Виндзор — просторный и уютный ресторан, славившийся в те времена прекрасной кухней и образцовым обслуживанием. Друэ выбрал столик у самого окна, откуда можно было наблюдать за движением на людной улице. Он любил изменчивую панораму уличной жизни, ему было приятно видеть других и самому быть на виду, когда он обедал здесь. — И так, — начал он, — когда они оба удобно уселись, — что вы будете есть? — Кэрри просмотрела поданное официантам меню, не особенно вникая в то, что она читает. Она очень проголодалась, и названия блюд еще более разожгли ее аппетит, но ее испугали высокие цены. Цыпленок, жареный на вертеле, — 75 центов. Бифштекс филе с грибами — один доллар двадцать пять центов. Кэрри что-то слышала о подобных блюдах, но ей как-то не верилось, что она сама может заказывать их. — Мы вот что сделаем, — сказал Друэ. — Послушайте, официант. Плечистый, круглолицый негр приблизился и почтительно склонился. — Бифштекс с грибами и фаршированные помидоры, — сказал Друэ. — Служ, сэр, — ответил негр, кивая. — Жареный картофель ломтиками — служ, сэр, спаржу — служ, сэр и кофе. — Друэ повернулся к Кэрри. — У меня с утра маковой росинки во рту не было. Я только что приехал из Рот-Айленда и собирался идти обедать, когда увидел вас. Кэрри в ответ только улыбалась. — Что вы все это время делали? — спросил Друэ. — Расскажите мне подробнее о себе. Как ваша сестра? Она здорова, — сказала Кэрри, отвечая лишь на последний вопрос. — Друэ пристально посмотрел на нее. — Послушайте, — сказал он. — Уж не были ли вы сами больны, а? Кэрри кивнула. — Вот беда, — воскликнул он. — У вас и сейчас вид далеко не важный. Я сразу подумал, что вы как будто слишком бледны. Что же вы все это время делали? — Работала. — Вот как, где же? Кэрри рассказала. — Роц, Моргентау и Скотт. Как же, как же, знаю, это на Пятой Авеню, не так ли? О, они и прижимистые люди. Что заставило вас пойти туда? — Я не могла найти ничего лучшего, — откровенно призналась Кэрри. — Но это же настоящее издевательство, — сказал Друэ. — Вам не следовало бы работать у этих господ. У них мастерская сейчас же за магазином, верно? — Да, — подтвердила Кэрри. — Это не особенно почтенная фирма, — сказал Друэ. — Такая работа вам не подходит. Он безумолку болтал, задавал вопросы, рассказывал о себе, объяснял, что представляет собой ресторан «Виндзор». пока не явился, наконец, официант с огромным подносом, уставленным горячими аппетитными блюдами. Друэ сиял и старался услужить Кэрри. Он очень выигрывал сейчас на фоне белоснежного столового белья и серебряных сутков. Когда он стал орудовать ножом и вилкой, разрезая сочное жаркое кольца на его пальцах, казалось, заговорили. Его новый костюм приятно шуршал всякий раз, как он протягивал руку за каким-нибудь блюдом, передавал хлеб или разливал кофе. Он не переставал подкладывать на тарелку Кэрри, и его душевное тепло согревало ее тело, пока она не почувствовала себя так, будто переродилась. Друэ с обывательской точки зрения был чудесный малый и совершенно пленил девушку. Эта маленькая искательница счастья восприняла свою нежданную удачу довольно легко. Она чувствовала себя чуточку неловко в таком непривычном месте, но огромный зал действовал на нее успокаивающе, а зрелище хорошо одетой толпы на улице наполняло ее восхищением. Ну что за жизнь, когда нет денег? Как хорошо приходить сюда обедать, когда вздумается. Какой счастливец Друэ! Он много разъезжает, хорошо одевается, он такой сильный, он может всегда обедать в таких чудесных ресторанах. Друэ теперь представлялся ей весьма важной особой, и она невольно спрашивала себя, чем объяснить его дружбу и внимание к ней. — Так вы, значит, потеряли работу из-за болезни? — спросил он. — Что же вы собираетесь теперь делать? — Буду искать дальше, — ответила Керри. Но при мысли о том, что за пределами этого прекрасного ресторана ее поджидают нужда, бредущая за ней по пятам, как голодная собака, в глазах девушки мелькнул страх. — Нет, это никуда не годится, — сказал Друэ. — И давно вы ищете? — Четыре дня. — Подумайте только, — воскликнул Друэ, как будто обращаясь к невидимому третьему лицу. — Нет, все это совсем не для вас. Эти девушки... И он сделал широкий жест рукой, как бы указывая на всех продавщиц и фабричных работниц. Ничего не получают за свой труд. Разве можно жить на такие деньги? Друэ держался с Керри совсем по-братски. Но, решительно отвергнув мысль о подобной работе для Керри, он переменил линию поведения. Керри и в самом деле была очень миловидна. Неказистое платье не могло скрыть, что девушка сложена очень недурно, и у нее были такие большие и ласковые глаза. Друэ пристально смотрел на девушку, и она поняла, о чем он думает. Она понимала, что он восхищается ею, об этом убедительно говорила его щедрость, его веселое добродушие. Она чувствовала, что и он ей нравится, и чем дальше, тем больше. И еще нечто другое, более глубокое, теплой струей вливалось ей в душу. Они то и дело встречались глазами, и их взгляды ясно говорили о растущей взаимной симпатии. «Почему бы вам не остаться в городе и не пойти со мной вечером в театр?» — сказал Друэ, придвигая свой стул ближе. Столик был не очень широк. «Ах, нет, я не могу!» — испугалась Керри. «Что вы собираетесь делать сегодня?» «Ничего», — уныло ответила Керри. «Вам, видно, не слишком нравится там, где вы живете. Как вам сказать? Что вы будете делать, если не найдете работы?» «Наверное, уеду домой?» При этих словах голос Керри слегка дрогнул. Почему-то влияние Друэ на нее оказалось непреодолимым. Они начали понимать друг друга без слов. Ему стало ясно, в каком она находится положении, а ей, что он это понимает. «Нет, это не годится!» — с искренним в эту минуту сочувствием произнес Друэ. «Позвольте мне помочь вам. Возьмите у меня немного денег». «О, нет!» — воскликнула Керри и даже отшатнулась от него. «Что же вы будете делать?» Она задумалась и молча покачала головой. Друэ смотрел на нее с необычной для него нежностью. В жилетном кармане у него лежало несколько ассигнаций. Они были мягкие, и ему удалось беззвучно нащупать их пальцами и с комков зажать в руке. «Послушайте, Керри, — снова начал он, — я непременно хочу вас выручить. — Купите себе кое-что из платья!» Он впервые коснулся этой темы, и Керри сразу вспомнила, как плохо она одета. Друэ подошел к этому довольно грубо, но зато попал в самую точку. Губы Керри задрожали. Одна ее рука лежала на столе. Они были совсем одни в своем уголке, и Друэ накрыл пальцы девушки своей большой теплой рукой. «Ну, полно, Керри!» — промолвил он. «Подумайте, что вы можете сделать одна? Разрешите мне помочь вам!» Он слегка пожал при этом пальчики Керри, а когда она попыталась высвободить руку, он еще крепче сжал их, и девушка больше не сопротивлялась. Тогда Друэ сунул ей в руку зеленые ассигнации и, прервав протесты, Керри шепнул «Я вам даю их взаймы, хорошо? Только взаймы!» Он заставил Керри взять деньги. Она почувствовала себя связанной с ним узами странной нежности. Они вышли из ресторана и свернули в южном направлении. Друэ проводил ее довольно далеко, до самой Полк-стрит. «Вы, видимо, не хотите жить с вашими родными», — как бы вскользь заметил он во время разговора. Керри слышала вопрос, но не обратила на него внимания. «Давайте завтра встретимся и пойдем на утренник», — предложил Друэ, «хорошо?» Керри начала была отнекиваться, но потом согласилась. «Вы ведь сейчас ничем не заняты. Купите себе красивые ботинки и теплую кофточку». Керри и не подозревала, какие сложные, противоречивые мысли будут терзать ее по уходе Друэ. При нем она проникала с его радужным, беспечным настроением. «И не огорчайтесь из-за людей, с которыми вы живете», — добавил он на прощание. «Я помогу вам». У Керри было такое чувство, точно чья-то могучая рука протянулась к ней, чтобы вытащить ее из беды. Две мягкие и красивые зеленые десятидолларовые ассигнации были зажаты у нее в руке. Глава седьмая Великий соблазн земных благ Красота говорит за себя До сих пор еще никто толком не разъяснил и не понял истинного значения денег. Когда каждый из нас уяснит себе, что деньги прежде всего означают вознаграждение моральное, и только так должны восприниматься что деньги — это возмещение честно затраченной энергии, а не привилегия, добытая незаконным путем, тогда многие из наших общественных, религиозных и политических неурядиц отойдут в область преданий. Керри Мибер смотрела на деньги так же, как и огромное большинство. В старину говорили «Деньги — это то, что есть у других и что нужно добыть мне» — это изречение могло бы прекрасно выразить ее представление о деньгах. Вот сейчас она держала их в руке две мягкие зеленые ассигнации и, обладая ими, уже чувствовала себя неизмеримо сильнее. Эти бумажки сами по себе были силой. Человек ее умственного развития радовался бы, если б его выбросило на необитаемый остров с целым тюком денег, и только долгие муки голода научили бы его, что деньги иногда не имеют никакой ценности. Но и тогда такая вот Керри не стала бы размышлять об относительной ценности денег. Она бесспорно думала бы лишь о том, как обидно обладать таким могуществом и не иметь возможности им пользоваться. Расставшись с Друэ, бедная девушка в полном смятении чувств продолжала свой путь. Ей было немного стыдно, что она проявила слабость и взяла деньги. Но она так нуждалась, что не радоваться помощи было невозможно. Наконец-то у нее будет красивая новая жакетка. Наконец-то она купит себе красивые ботинки на пуговках. У нее будут чулки, новая юбка. И снова, как и в тот раз, когда она распределяла свой будущий заработок, Керри вдвое переоценила покупную способность своих денег. Что же касается Друэ, то у нее сложилось вполне правильное мнение о нем. В ее глазах, да и в глазах всего света он был славный, добродушный малый. Он никому не причинял зла. Он дал ей денег только по доброте, только потому, что понимал, в какой она нужде. Правда, он не дал бы такой суммы нуждающемуся мужчине. Но следует помнить, что нуждающийся мужчина, естественно, не мог бы тронуть его так, как молодая девушка. Друэ был женолюбом. Он не мог смотреть на женщину без вожделения. В то же время стоило какому-нибудь нищему попасться ему на глаза и сказать, «Мистер, я умираю с голоду», как Друэ охотно дал бы ему столько, сколько, по его мнению, полагалось давать нищим, после чего тот же же забыл бы об этом. Он не стал бы предаваться размышлениям и философствовать. В его уме не происходило таких процессов, которые были бы достойны хоть одного из этих слов. Нарядный и цветущий он был подобен беззаботному мотыльку. Если бы он лишился своего положения, если бы он стал жертвой хитроумных и ошеломляющих подвохов, которые судьба иной раз устраивает людям, он был бы столь же беспомощен, как Кэрри, столь же наивен и, если угодно, жалок. Что же касается влечения Друэ к женщинам, то в его намерениях не таилось зла, ибо, стремясь к сближению с ними, он не видел в этом ничего дурного. Он любил ухаживать за женщинами, любил покорять их своими чарами, но он не был хладнокровным, бессовестным негодяем, просто природные склонности влекли его к этому, как к высшему наслаждению в жизни. Друэ был тщеславен и хвастлив, красивая одежда кружила ему голову, словно легкомысленной девушке. Прощенный плут обошел бы его с такой же легкостью, с какой Друэ мог бы обольстить хорошенькую фабричную работницу. Его бесспорный успех в качестве камевая жора объяснялся отчасти его добродушной веселостью, отчасти прекрасной репутацией его фирмы. Беспечным жизнерадостным мотыльком кружился он среди людей, у него не было ни той духовной силы, которую можно было бы назвать интеллектом, ни единой мысли, которая была бы достойна эпитета благородная, никаких либо чувств, которые могли бы долгое время волновать его. Какая-нибудь современная Сафо назвала бы его свиньей, Шекспир сказал бы про него «моё резвое дитя», а старый пропоица Карио считал его умным, способным и деловитым человеком. Короче говоря, Друэ был таким, каким он мог быть при своих природных данных. В этом человеке, несомненно, было нечто искреннее и располагающее, и то, что Кэрри приняла от него деньги, служило тому лучшим доказательством. Коварному совратителю с низкими целями под маской дружеского участия не удалось бы навязать ей хотя бы несколько центов. Люди, не обладающие большим умом, отнюдь не беспомощны. Природа научила диких зверей обращаться в бегство, почуяв скрытую опасность, например, внушила глупой маленькой белке необъяснимый страх перед ядами. Бог хранит свои создания. Это относится не только к животным. Кэрри не была умудрена опытом, зато, подобно неразумным овечкам, обладала инстинктом. Но ухаживание Друэ почти не пробудили вне инстинкта самосохранения столь сильного в таких непосредственных натурах. Расставшись с Кэрри, Друэ поздравил себя с успехом. Он произвел на нее выгодное впечатление. Черт возьми, это возмутительно, что молодым девушкам приходится так туго. Надвигаются холода, а ей надеть нечего, это ужасно. Надо зайти выкурить сигару к Фитцжеральду и мою. Мысли о Кэрри окрылили его. Кэрри вернулась домой в приподнятом настроении, которое она никак не могла скрыть. В то же время полученные деньги ее серьезно смущали. Как она станет покупать обновки, когда Минни знает, что у нее нет ни цента? Прежде чем войти в дом, она уже твердо решила, «Покупать ничего нельзя. Для этого невозможно придумать никакого объяснения». «Ну как?» – спросила Минни, имея в виду поиски работы. Кэрри не обладала способностью обманывать и, чувствуя одно, говорить другое. Если порой она и отступала от истины, то уж по крайней мере в тех случаях, когда считала это необходимым. Поэтому вместо того, чтобы жаловаться на неудачу, в то время как у нее было так легко на душе, она ответила, «Мне кое-что обещали». «Где?» «В универсальном магазине «Бостон». А это наверняка?» – допытывалась Минни. «Вот завтра я узнаю», – ответила Кэрри, которой вовсе не хотелось лгать больше, чем было необходимо. Минни тотчас же почувствовала хорошее настроение Кэрри и решила, что сейчас самый удобный момент, чтобы осведомить ее, как относится Гансон к этой рискованной затее, приехать в Чикаго. «Если ты не получишь этого места...» Она запнулась, не находя подходящих слов. «Если я не получу ничего в самое ближайшее время, я, наверное, уеду домой», – сказала Кэрри. Минни подхватила эту мысль. Свен тоже думает, что это, пожалуй, самое правильное, во всяком случае, на зиму. Кэрри сразу же поняла все. Они не желали держать у себя безработную родственницу. Она не осуждала Минни и даже не слишком осуждала Гансона. Но сейчас, сидя рядом с сестрой и обдумывая ее слова, она радовалась, что у нее есть деньги Друэ. «Дам», – сказала она, помолчав. «Я тоже об этом подумала». Кэрри не сочла нужным добавить, что мысль о возвращении в Колумбия-Сити вызывала в ней бурное возмущение. «Колумбия-Сити!» Что хорошего ждет ее там? Она прекрасно знала однообразность и будничность тамошней жизни. Здесь же был огромный таинственный город, все еще притягивающий ее к себе точно магнит. То, что она успела увидеть, говорила о необъятных возможностях. И что же, опять влочить прежнее существование? При одной этой мысли у Кэрри чуть не вырвался крик протеста. Сегодня она вернулась домой рано и сейчас прошла в комнатку с окнами на улицу, чтобы посидеть и подумать, как ей теперь быть. Она не может купить новые ботинки и носить их здесь. И необходимо сохранить часть этих двадцати долларов на обратный проезд. Ей было бы неприятно занимать на дорогу у Минни, при всем том, как объяснить, откуда у нее деньги. Если бы она могла хоть сколько-нибудь заработать, чтобы выйти из этого тягостного положения. Снова и снова Кэрри пробовала разобраться в этой сложной путанице. Завтра утром Друэ будет поджидать ее, уверенной, что она придет в новой жакетке, а это неосуществимо. Гансоны ждут, не дождутся дня, когда она уедет. Она и сама была бы рада расстаться с ними, но ей не хотелось ехать домой. Представив себе, как посмотрят эти люди на то, что она раздобыла денег, не работая, Кэрри и сама начинала приходить в ужас от своего поступка. Ей стало стыдно. Создавшееся положение угнетало ее. Все было так ясно, пока рядом с нею был Друэ. А теперь так все запутано, так безнадежно, много хуже, чем раньше, как будто бы и есть помощь, а воспользоваться ее нельзя. За ужином Кэрри совсем приуныла, и Минни подумала, что у сестры должно быть опять выдался тяжелый день, а Кэрри в конце концов решила, что вернет деньги Друэ. Напрасно она взяла их, это нехорошо. Завтра с утра она отправится в город на поиски работы. В полдень, как условлено, она встретится с Друэ и скажет ему все напрямик. Но тут сердце ее ёкнуло, и она почувствовала себя по-прежнему несчастной. Как ни странно, Кэрри испытывала чувство облегчения, стоило ей прикоснуться к ассигнациям. Все тягостные размышления, все тревоги отлетали прочь, и тогда эти двадцать долларов казались ей чем-то чудесным и восхитительным. Ах, деньги, деньги, деньги! Как хорошо иметь их! Будь у нее много денег, все ее заботы развеялись бы, как дым. Утром она встала и вышла из дому раньше обычного. Ее решимость найти себе место была не слишком твердой, но от того, что в кармане у нее лежали деньги, вызвавшие столько волнений, проблема работы казалась уже чуть-чуть менее страшной. Снова Кэрри очутилась в районе оптовых фирм, но при мысли о том, чтобы предложить где-либо свои услуги, сердце ее замирало. Какая трусиха бронила себя Кэрри! Но ведь она уже столько раз просила работы. Теперь, наверное, повторится старая история, и она все шла вперед и вперед, пока, наконец, не решилась зайти на одну фабрику, где ее встретил очередной отказ. Она вышла оттуда, считая, что судьба против нее, все бесполезно. Почти сама того не сознавая, она дошла до Дирборн-стрит. Здесь находился знаменитый универсальный магазин «Базар» с заманчивыми витринами, толпами покупателей и множеством фургонов для развозки покупок. Это зрелище быстро изменило ход мыслей Кэрри, тем более, что она уже изнемогала от них. Вот здесь она вчера намеревалась купить нужные ей вещи. Во всяком случае, она может зайти сюда, чтобы хоть сколько-нибудь рассеяться. Она только взглянет на жакеты. Нет в этом мире ничего восхитительнее того состояния неопределенности, когда мы, снедаемые соблазном купить вещь и, обладая средствами для этого, все еще медлем, удерживаемые то ли голосом совести, то ли недостатком решимости, таково было душевное состояние Кэрри, когда она вошла в магазин и стала бродить среди изумительных вещей, попадавшихся ей на каждом шагу. С того дня, когда она зашла сюда в поисках работы, у нее осталось сильное впечатление от этого магазина. Теперь она останавливалась перед каждой, привлекавшей ее взор витриной, мимо которой тогда спешила пройти. Ее женское сердце горело желанием обладать всей этой красотой. Как хорошо сидела бы на ней вот эта! Какой очаровательной она была бы вон в том! Она остановилась у прилавка с корсетами и замечталась при виде яркой пены и шелка и кружев. Стоит ей только решиться, и один из корсетов будет принадлежать ей. Кэрри надолго задержалась в ювелирном отделе, рассматривая серьги, браслеты, булавки, цепочки. Чего бы она ни дала за обладание всем, что было здесь, она знала, что была бы обворожительна в этих украшениях. Но главной приманкой для нее были жакеты. Уже при входе в магазин она остановила свой выбор на жакете кофейного цвета с большими перламутровыми пуговицами «Крик моды» в ту осень. Глядя на жакет, Кэрри с восторгом убеждалась, что ничего лучшего ей не найти. Она расхаживала среди стеклянных шкафов, в которых были выставлены всевозможные наряды, и радовалась тому, что сразу выбрала самую красивую вещь. И все время она не переставала колебаться, то уверяя себя, что может сейчас же купить этот жакет, то вспоминая свое затруднительное положение. Близился полдень, а она еще ничего не купила. Нет, надо пойти и вернуть деньги. Друэ ждал ее на углу в условленном месте. «А, — приветствовал он ее, — где же жакет? — спросил он, и, взглянув на ее ноги, добавил «и ботинки». Кэрри намеревалась толково изложить ему свое решение, но все смешалось у нее в голове, и она уже не помнила ни одной из заранее приготовленных фраз. «Я пришла сказать вам, что я не могу взять ваших денег». «А, вот оно что!» — отозвался Друэ. «Хорошо, пойдемте со мной. Мы заглянем к партриджу». Кэрри пошла с ним рядом, и всей сложной паутины сомнений и колебаний словно и не бывало. Она уже не сумела бы изложить те доводы, которые казались ей столь серьезными, те обстоятельства, которые она хотела объяснить ему. «Вы еще не завтракали?» — спросил вдруг Друэ. «Ну, разумеется, нет. Давайте зайдем сюда». И он вошел с ней в один из изящно обставленных ресторанов на Монро-стрит, Блистейт-стрит. «Я не должна брать у вас деньги», — повторила Кэрри после того, как они расположились в уютном уголке, и Друэ заказал завтрак. «Я не могу носить эти вещи там. Мои родные, они спросят, откуда я их взяла». «Что же вы намерены делать?» — с улыбкой спросил Друэ. «Ходить раздетой?» «Я уеду домой», — грустно ответила она. «Полно, полно», — сказал Друэ, — «вы слишком много думаете об этом. Я вам скажу, что делать. Вы говорите, что не можете носить обновки в квартире сестры». «А почему бы вам не снять меблированную комнату и не оставить там эти вещи, скажем, на неделю?» Кэрри покачала головой. Как и все женщины, она должна была протестовать с тем, чтобы потом поддаться уговорам. А задачей Друэ было рассеять ее сомнения и по возможности освободить путь для иных мыслей. «Почему вы уезжаете домой?» — спросил он. «Потому что я не могу найти здесь работу». «Родные не хотят содержать вас», — догадался он. «Они не могут», — ответила Кэрри. «Я вам скажу, что делать», — воскликнул Друэ. «Не расставайтесь со мной, я позабочусь о вас». Кэрри покорно слушала его. В том состоянии, в котором она находилась, слова Друэ были для нее словно свежий воздух, повеявший из распахнутой двери. Друэ, казалось, отлично понимал ее, был ей приятен. Он так красив, аккуратен, хорошо одет и преисполнен сочувствия. Его голос — голос друга. «Что вы будете делать там, в Колумбии-Сити?» — спросил он. И его слова вызвали в воображении Кэрри картину той серенькой жизни, от которой она бежала. «Что там хорошего? Чикаго. Вот где надо жить. Снимите приличную комнату, оденьтесь как следует, тогда вы и работу найдете». Кэрри смотрела в окно, на основавшую на улице толпу, и думала. «Вот он, этот чудесный огромный город, такой пленительный для тех, у кого есть деньги». Мимо промчался экипаж запряженной парой гнедых. В глубине, среди мягких подушек, сидела молодая женщина. «Что вас ждет, если вы вернетесь в Колумбию-Сити?» — снова спросил Дрое. Вопрос был задан искренне, без всякой задней мысли. Дрое просто считал, что дома Кэрри будет лишена всего того, ради чего, по его мнению, стоило жить. Кэрри сидела неподвижно и смотрела на улицу. Она раздумывала, что ей делать, ведь гансоны ждут, что на этой неделе она уедет домой. Дрое снова вернулся к вопросу об одежде. «Почему вы не купите себе красивую теплую жакетку? Ведь это необходимо. Я вам одолжу еще денег, об этом не беспокойтесь. Подыщите себе хорошую комнату, где вы будете жить одна. Меня вам нечего опасаться». Кэрри ясно понимала, к чему клонится разговор, но не могла высказать свои мысли. Больше, чем когда-либо, она чувствовала всю безвыходность положения. «Если бы мне найти какую-нибудь работу», — пробормотала она. «Возможно, что вы и найдете, если останетесь здесь», — ответил Дрое. «Но если вы уедете, то, конечно, ничего не достигнете. Ваши родные не хотят, чтобы вы оставались у них хорошо. Почему же вы не позволите мне снять вам уютную комнату? Я не стал бы вас беспокоить, не бойтесь. А когда вы как следует устроитесь, быть может, найдете и работу». Дрое с живым интересом изучал ее милая личка и раздумывал над сложившейся ситуацией. Ему, несомненно, нравилась Керри. Он угадывал в ней какую-то скрытую силу. Она не была похожа на обычных продавщиц, лишь недавно прибывших из провинции. Она была далеко не глупа. Надо признать, что Керри, безусловно, обладала куда большим воображением, чем Дрое, и у нее было больше врожденного вкуса. Вот в этой-то утонченности души и крылась причина ее угнетенного состояния и тоски. Она была одета бедно, но опрятно, и, сама того не сознавая, как-то очень грациозно держала голову. «Так вы думаете, я могла бы что-нибудь найти?» — с сомнением спросила Керри. «Ну еще бы!» — сказал Дрое и наклонился налить ей чаю. «Я вам помогу». Керри взглянула на него, и он беспечно рассмеялся, стараясь подбодрить ее. «Послушайте, мы вот что сделаем. Сходим в магазин Партриджа и выберем все, что вам нужно. Затем мы поищем для вас комнату, и вы оставите там свои вещи, а вечером мы с вами пойдем в театр». Керри покачала головой. «Ну, хорошо, вы потом вернетесь на квартиру к сестре. Пожалуй, так будет лучше. Вам вовсе незачем оставаться в новой комнате. Вы только снимете ее и сложите там покупки». Керри ничего не ответила, и до конца завтрака мучилась сомнениями. «Ну, идем выбирать жакет», — сказал наконец Дрое. «Они вместе отправились в магазин, где шелестели и сверкали всевозможные новые вещи, и, разумеется, Керри тотчас же оказалась во власти их магической силы. После вкусного завтрака в обществе жизнерадостного Друэ его план казался ей вполне осуществимым. Она стала присматриваться к вещам и выбрала точно такой жакет, какой раньше облюбовала в базаре. Когда Керри взяла его в руки, жакет показался ей еще красивее. Продавщица помогла девушке примерить покупку, которая оказалась как раз в пору. Дрое просиял, увидев, как идет эта вещь Керри. Девушка сразу стала элегантной. «Именно то, что вам нужно», — воскликнул он. Керри повертелась перед зеркалом, радостно разглядывая себя со всех сторон. Румянец заливал ей щеки. «Именно то, что вам нужно», — повторил Друэ. «А теперь платите». «Девять долларов?» — ужаснулась Керри. «Ну и что ж, берите», — сказал Друэ. Керри порылась в сумочки и вынула одну из ассигнаций. Продавщица спросила, не наденет ли она жакет, и ушла. Через минуту она принесла сдачу, и покупка свершилась. От партриджа они отправились в обувной магазин, где Керри примерила ботинки. Друэ стоял тут же, увидев, как красиво новые ботинки облегают ее ноги, он сказал, не снимайте их. Но Керри покачала головой. Она думала о том, что должна вернуться домой к сестре. Друэ тут же купил ей новую сумочку, потом пару перчаток, а чулки предоставил купить ей самой. «А завтра снова походите по магазинам и купите себе юбку», — сказал он. На все это Керри соглашалась не без дурных предчувствий. Чем больше она запутывалась, тем больше пыталась уверить себя, что все будет зависеть именно от того, она еще не сделала. Пока она не сделала того-то и того-то, еще возможно отступление. Друэ знал дом на Водэш-авеню, где сдавались меблированные комнаты. Когда они подошли к цели, он указал Керри на дом и сказал, теперь помните, что вы моя сестра. Весело и непринужденно вел он переговоры с квартирной хозяйкой, внимательно все разглядывал, выбирал, критиковал и делился своим мнением. «Вещи сестры прибудут через день-два», — сказал он хозяйке, которая была очарована нанимателем. Когда они остались в комнате одни, Друэ нисколько не изменил своего поведения. Он продолжал болтать, словно они находились на улице. Керри заперла в своей новой комнате купленные вещи. «А почему бы вам не переехать сегодня же?» — спросил Друэ. «О, нет, я не могу», — ответила она. «Почему?» «Я не хочу уходить от своих так сразу». На улице Друэ вернулся к той же теме. Стоял теплый ясный день, солнце выглянуло из-за туч, а ветер совсем стих. Из разговора с Керри Друэ составил себе довольно точное представление о той атмосфере, которая царила в квартире ее сестры. «Уходите оттуда поскорее», — посоветовал он девушке. «Они нисколько не будут огорчены. А я вам помогу все наладить». Керри слушала его, и мало-помалу все ее дурные предчувствия рассеивались как дым. Друэ сказал, между прочим, что сперва немного ознакомит ее с городом, а потом поможет найти работу. Он и сам верил в то, что говорил. Скоро он отправится в деловую поездку, а она останется и будет работать. «Вы вот что сделаете», — сказал он. «Сходите к сестре, возьмите там, что вам нужно, а потом уходите». Керри долго обдумывала его слова. Наконец она согласилась. Они условились, что вечером в половине девятого Друэ будет ждать ее на углу Теория-стрит. В половине шестого Керри вернулась домой, а к шести часам принятое ею решение окончательно окрепло. «Значит, не получила?» — спросила Минни. Она подразумевала место, которое, по словам Керри, ей обещали в универсальном магазине «Бостон». «Нет», — ответила Керри, искоса взглянув на сестру. «Пожалуй, лучше тебе отдыхать», — сказала та. Керри ничего не ответила. Когда Гансон вернулся домой, на лице его было обычное непроницаемое выражение. Он молча умылся и сел читать газету. За обедом Керри слегка нервничала. То, что она задумала, было слишком значительно, а ощущение, что она здесь нежеланная гостья, стало еще острее. «Ничего не нашла?» — спросил Гансон. «Нет». Он снова принялся за еду, размышляя о том, какой неприятной обузой оказалась свояченица. «Надо ей ехать домой, вот и все. А если уедет, так пусть и не воображает, что вернется весною». Керри очень страшила то, что ей предстояло совершить, но ее утешала мысль, что тягостное положение подходит к концу. Им ведь все равно. Особенно Гансон будет рад ее уходу. Он не станет тревожиться за ее судьбу. После обеда Керри ушла в ванную, где никто не мог ей помешать, и написала записку. «Прощай, Минни. Я не еду домой. Я остаюсь в Чикаго и буду искать работу. Не беспокойся обо мне. Все будет хорошо». Гансон сидел в гостиной и читал газету. Керри по обыкновению помогла Минни вымыть посуду, убрать со стола и привести комнату в порядок. Потом она сказала, «Я, пожалуй, сойду вниз и постою немного в подъезде». Произнося эти слова, она с трудом сдерживала дрожь в голосе. Минни вспомнила про недовольство мужа и сказала, «Свен считает, что не очень-то прилично стоять в подъезде». «Вот как?» — удивилась Керри. «Хорошо это будет в последний раз». Она надела шляпу, потом засуетилась возле столика в маленькой спальне сестры, не зная, куда положить записку. Наконец она сунула ее под щетку для волос, которой пользовалась Минни. Выйдя из квартиры и закрыв за собой дверь, девушка на минуту остановилась, спрашивая себя, что подумают о ней сестра и зять. Необычность этого поступка пугала ее. Медленно спустилась Керри по лестнице. Оглянувшись на освещенный подъезд, она двинулась в путь, делая вид, что просто прогуливается по улице. Дойдя до ближайшего угла, она ускорила шаг. В то время, как Керри быстро удалялась от дома, Ганссон вышел из гостиной и, окликнув жену, спросил, «Керри опять внизу?» «Да», — сказала Минни, «но она обещала мне, что это в последний раз». Ганссон подошел к игравшему на полу ребенку и пощекотал его пальцем. А в это время Друэ в прекрасном настроении ждал на углу. «Ну что, Керри?» — сказал он, когда девушка легкой походкой подошла к нему. «Надеюсь, выбрались благополучно. Теперь давайте сядем в конку». Глава восьмая. Глава восьмая. Зима напоминает. Судьба шлет посла. Человек без житейского опыта — это былинка, увлекаемая бушующими по вселенной ветрами. Наша цивилизация находится еще на середине своего пути. «Мы уже не звери, ибо в своих действиях руководствуемся не только одним инстинктом, но еще и не совсем люди, ибо мы руководствуемся не только голосом разума». Тигр не отвечает за свои поступки. «Мы видим, что природа наградила его всем необходимым для его жизни. Он бессознательно повинуется врожденным инстинктам и находит в них защиту. И мы видим, что человек далеко ушел от логовища в джунглях, его инстинкты притупились с появлением собственной воли, но эта воля еще не настолько развелась, чтобы занять место инстинктов и безошибочно точно управлять его поступками. Человек становится слишком мудрым, чтобы всегда подчиняться голосу инстинктов и желаний. Но он еще слишком слаб, чтобы всегда побеждать их. Пока он был зверем, силы природы влекли его за собой, но и став человеком, он еще не вполне научился подчинять их себе. Будучи в таком переходном состоянии, человек уже не руководствуется слепо инстинктами и не действует в гармонии с природой, но еще и не настолько мудр, чтобы создать другую гармонию под властную его воле. Вот почему человек подобен подхваченной ветром былинке. Во власти порывов страстей он действует то под влиянием воли, то инстинкта. Он ошибается и исправляет свои ошибки, падает и снова поднимается. Он существо. Поступки невозможно предугадать. Нам остается только утешать себя мыслью, что эволюция человека никогда не прекратится, ибо идеал – светочь, который не может погаснуть. Человек не будет вечно колебаться между добром и злом. В Керри, как и в каждом человеке, борьба между желанием и разумом не прекращалась ни на минуту. Послушная своим стремлением, она шла не по твердо намеченному пути, а скорее плыла по течению. Когда наутро после тревожной ночи, впрочем, эта тревога едва ли объяснялась тоскою, горем или любовью, Минни нашла записку, она воскликнула «Ну что ты скажешь на это?» «В чем дело?» – спросил Гансон. «Керри ушла жить в другое место». Гансон вскочил с постели с такой живостью, какой у него до сих пор не наблюдалось, и быстро прочел записку. Единственным признаком того, что он о чем-то думал, было легкое прищелкивание языком, звук, похожий на тот, которым погоняют лошадь. «Как ты думаешь, куда она могла пойти?» – спросила обеспокоенная Минни. «А я почем знаю?» – отозвался ее муж, и в глазах его блеснул нехороший огонек. «Ушла?» – так пусть теперь и пеняет на себя. Минни в недоумении покачала головой. «Ох, – вздохнула она, – Керри не понимает, что она наделала. Ну что ж, – сказал Гансон, зевая и потягиваясь, – чем ты тут можешь помочь?» Женская натура Минни была, однако, благороднее. К тому же она лучше представляла себе возможные последствия такого поступка. Ох, снова вырвалась у нее бедная сестра Керри. А в то время, когда происходил этот разговор, это было часов в пять утра, наша маленькая искательница счастья спала беспокойным сном одна в своей новой комнате. Новая жизнь радовала Керри. Она, оказалось, открывала перед ней большие возможности. Керри отнюдь не принадлежала к тем чувственным натурам, которые мечтают лишь сонно нежиться среди роскоши. Она ворочалась в постели, напуганная собственной смелостью, обрадованная освобождением, и думала о том, найдет ли какую-нибудь работу и что будет делать Друэ. А сей достойный джентльмен с такою точностью заранее определил свое будущее, что в нем не могло быть и места случайностям. Он не умел устоять против того, к чему его влекло. Он не способен был разбираться в явлениях жизни настолько, чтобы понимать, что нужно поступать иначе. Он не мог бы отказать себе в удовольствии насладиться Керри, как не мог бы отказать себе в сытом завтраке. Он был способен иногда испытывать угрызения совести и называть себя негодяем и грешником. Но если и случались у него такие угрызения совести, то можете не сомневаться, что они были чрезвычайно мимолетными. На следующий день он пришел к Керри, и та приняла его у себя в комнате. Он был все такой же веселый и жизнерадостный. — Что это вы нос повесили? — спросил он. — Прежде всего пойдем завтракать. Вам еще нужно купить сегодня кое-что из платья. Керри взглянула на него, и в ее больших глазах отразились мучившие ее мысли. — Мне бы хотелось найти какую-нибудь работу, — сказала она. — Да вы непременно найдете, — отозвался Друэ. — Зачем беспокоиться раньше времени? Сначала приведите себя в порядок. Осмотрите город. Я вам ничего дурного не сделаю. — Я знаю, что не сделаете. Не совсем искренне согласилась Керри. — Вы в новых ботинках? — заметил Друэ. — А ну-ка покажитесь. — Прелестно, черт возьми! — А теперь наденьте жакет. Керри повиновалась. — Слушайте, он на вас как влитой! — воскликнул он и дотронулся до ее талии, как бы желая удостовериться, что жакет сидит на ней хорошо. Он отступил на шаг, с восхищением разглядывая Керри. — Теперь вам нужна новая юбка. А пока пойдемте завтракать. Керри надела шляпу. — А где перчатки? — напомнил ей Друэ. — Здесь, — сказала Керри, вынимая их из ящика стола. — Ну, теперь пошли, — сказал Друэ. И дурные предчувствия утренних часов рассеялись окончательно. Так было всякий раз, когда возникали эти предчувствия. Друэ не оставлял ее подолгу одну. У Керри было достаточно времени для одиноких прогулок, но большую часть ее досуга Друэ заполнял всевозможными развлечениями. В магазинах Карсона и Пайри он купил ей красивую юбку и блузку. На его деньги она приобрела разные мелочи туалета и, в конце концов, совершенно преобразилась. Зеркало подтвердило то, в чем в глубине души она уже давно была уверена. Она была хороша. Несомненно, хороша. Как идет ей эта шляпа? И разве у нее не прелестные глаза? Прикусив алую нижнюю губку, она смотрела на свое отражение и впервые с трепетом ощущала свое могущество. А Друэ был так добр к ней. Однажды вечером они отправились смотреть «Микадо», оперету, которая пользовалась в то время огромным успехом. Перед спектаклем они решили зайти в ресторан «Виндзор» на Дирборн-стрит. Это было довольно далеко от дома, где теперь жила Керри. Дул холодный ветер, и из окна своей комнаты Керри видела небо, еще розовое на западе, но синевато-стальное в зените, где уже воцарялась ночь. В воздухе чуть олела длинное тонкое облачко, похожее по форме на пустынный остров в Безбрежном океане. Деревья на противоположной стороне улицы качались мертвыми ветвями, напоминая девушке картину, которую она часто наблюдала в декабрьские дни из окна родного дома. Она вдруг остановилась и изломила маленькие руки. «В чем дело?» — спросил Друэ. «Ах, я и сама не знаю», — ответила Керри, и губы ее дрогнули. Друэ как будто угадал ее мысли, обнял одной рукой за плечи и нежно погладил ей руку. «Полно!» — ласково сказал он. «Все будет хорошо». Керри отвернулась и стала надевать жакет. «Я советовал бы вам надеть сегодня боа», — сказал он. «Они пошли по Вобеш-авеню и, дойдя до Адамс-стрит, повернули на запад. Из витрин уже лились потоки золотистого света, дуговые фонари шипели над головой, и высоко-высоко светились окна гигантских конторских зданий, дул пронизывающий порывистый ветер, вокруг толкались и спешили тысячи служащих, возвращавшихся в этот час с работы. Те, на ком было легкое пальто, подняли воротники до ушей и низко надвинули на лоб шляпы. Молоденькие работницы торопливо шли мимо то парами, то вчетвером, смеясь и весело болтая. Город заполнили толпы человеческих существ, в чьих жилах текла горячая кровь. Внезапно Керри встретилась взглядом с чьими-то глазами, показавшимися ей смутно знакомыми. На нее смотрела девушка, которая проходила мимо вместе с другими бедно одетыми работницами. Юбки на них были выцветшие и мешковатые, жакетики сильно поношенные, и вообще выглядели они жалко и неприглядно. Керри сразу узнала эти глаза и девушку, то была одна из работниц обувной мастерской. Девушка тоже, по-видимому, узнала Керри, и когда та прошла мимо, обернулась и посмотрела ей вслед. У Керри было такое ощущение, точно между ними пронеслась гигантская волна и отбросила их в разные стороны. Снова вспомнилось и старое платье, и тяжелый труд, и машина, она вздрогнула всем телом. Друя ничего не замечала до тех пор, пока Керри не наткнулась на прохожего, шедшего им навстречу. — Вы, видно, задумались, — сказал Друя. Они пообедали и отправились в театр. Спектакль очень понравился Керри. Яркие краски и игра артистов произвели на нее глубокое впечатление. Воображение уносило ее в неведомую страну, где могущественные люди боролись за власть. Когда представление окончилось, она вышла с Друя на улицу. Девушка не могла отвести глаз от экипажей и нарядных дам. — Обождем минутку, — сказал Друя, отводя ее назад в эффектно отделанный вестибюль. Дамы и джентльмены теснились здесь оживленной толпой, шуршали платья, женские головки в кружевных шарфах кивали одна другой, белые зубы сверкали из-за полуоткрытых губ. — Давайте посмотрим. — Шестьдесят семь! — зычно выкрикнул швейцар номер экипажа, и голос его разнесся под сводами театра. — Шестьдесят семь! — Как хорошо! — сказала Кэрви. — Здорово! — подтвердил Друя. На него зрелище нарядной веселой толпы произвело не меньшее впечатление, чем на нее. Он слегка сжал ее руку. В какую-то минуту она подняла на него глаза, взгляд ее сверкал, она улыбалась, ее ровные зубы блестели. Когда они двинулись вперед, он наклонился к ней и прошептал, «Вы очаровательны!» В эту минуту они поравнялись с швейцаром, который как раз широко распахнул дверцу экипажа, помогая садиться двум дамам. — Держитесь меня, и у нас будет свой экипаж, — смеясь сказал Друя. Кэрри вряд ли расслышала его. Такое головокружение вызвал у нее этот водоворот жизни. После театра они зашли в ресторан закусить. Кэрри мельком подумала о позднем часе, но она теперь не подчинялась законам домашнего распорядка. Если бы она успела выработать в себе какие-то привычки, то в эту минуту они дали бы о себе знать. Курьезная вещь — привычка. Только она может вытащить человека, совершенно неверующего, из постели для чтения молитв, в которые он вовсе не верит. Жертвы привычки, забыв сделать что-то, что по своему обыкновению проделывают каждый день, ощущают непонятное беспокойство. Они словно выбиты из колеи и воображают, что в них говорит голосе, понуждающий восстановить нарушенный порядок. Если такое нарушение не совсем обычно, сила привычки заставляет покорную жертву вернуться и механически проделать то-то и то-то. Ну, слава богу, — говорит такой человек, — я выполнил свой долг. На самом же деле он уже который раз повторил все то же пустяковое, но неизменное дело. Если бы в семье Керри были привиты высокие моральные принципы, она бы куда больше мучилась укорами совести, чем сейчас. Ужин проходил в приподнятом настроении. Под влиянием новых впечатлений, вкусной еды, все еще непривычной для нее ресторанной обстановки, страсти, читавшейся в глазах друэ, Керри отдалась во власть минуты и безвольно внимала собеседнику. Она снова пала жертвой гипноза большого города. Ну, — сказал наконец друэ, — нам, пожалуй, пора идти. Они давно уже сидели над пустыми тарелками, и глаза их часто встречались. Керри не могла не чувствовать той трепетной силы, которую излучал взгляд друэ. Иногда, объясняя ей что-нибудь, он прикасался к ее руке, как бы для того, чтобы подчеркнуть свои слова, и теперь опять сказав, что пора идти, он коснулся ее пальцев. Они встали и вышли на улицу. Центральная часть города опустела, и по пути им лишь изредка попадались на свистывающий пешеход, ночной вагон, конки или еще открытый ярко освещенный ресторан. Они шли по Вобеш-авеню, и друэ продолжал изливать запас своих сведей Кикаго. Он вел Керри под руку и, рассказывая, крепко прижимал к себе ее локоть. Отпустив какую-нибудь остроту, он поглядывал на свою спутницу, и глаза их встречались. Наконец, они дошли до дома, где жила Керри. Она поднялась на первую ступеньку подъезда, и голова ее оказалась на одном уровне с головой друэ. Он взял ее руку и стал ласково гладить, пристально глядя ей в лицо, а она рассеянно смотрела по сторонам, о чем-то взволнованно думая. Приблизительно в этот же час Минни забылась крепким сном после утомительного вечера, проведенного в тревожном раздумье. Она лежала в неудобной позе, поджав под себя локоть, и ее мучил кошмар. Ей снилось, что она и Керри находятся где-то вблизи старой угольной копии. Она видела высокую насыпь, по которой проходила дорога, и груды от валов и угля. Обе они стояли и смотрели в зияющую шахту. Им видны были влажные каменные стены, терявшиеся в смутной мгле. На истертом канате висела старая корзина для спуска. — Давай спустимся, — предложила Керри. — Ах, нет, не надо, — возразила Минни. — Да пойдем же, — настаивала младшая сестра. Она потянула к себе корзину, и, несмотря на протесты, Минни стала спускаться. — Керри! — крикнула Минни. — Керри, вернись! Но та уже была глубоко внизу, и мрак окончательно поглотил ее. Минни шевельнула рукой, и тотчас все преобразилось. Вместе с Керри она очутилась у воды, такого количества воды она никогда не видела раньше. Они были не то на Маллу, не то на каком-то узком мысе, выдававшемся далеко вперед, и на самом конце его стояла Керри. Сестры озирались по сторонам. Вдруг то, на чем они стояли, стало медленно погружаться. Минни даже слышала плеск прибывавшей воды. — Иди назад, Керри! — крикнула она. Но та шагнула еще дальше. Казалось, ее куда-то уносит, и голос Минни не долетал до нее. — Керри! — кричала старшая сестра. — Керри! — но ее собственный голос звучал, словно издалека диковинные воды уже затопили все вокруг. Минни пошла прочь с тяжелой болью в душе, какая бывает, когда теряешь что-то очень дорогое. Никогда в жизни ей еще не было так грустно. Видения сменялись одно за другим. В усталом мозгу Минни возникали странные призраки, сливаясь в жуткие картины. И вдруг она дико вскрикнула. Перед нею была Керри, которая карабкалась на скалу, цепляясь за камни. Внезапно пальцы ее разжались, и на глазах Минни она упала в пропасть. — Минни, что с тобой? Проснись! Гансон тряс жену за плечо, встревоженный с ее криками. — Что случилось? — спросонья отозвалась Минни. — Проснись! — повторил он. — И повернись на другой бок, а то ты разговариваешь во сне. Неделю спустя Друэн, сияющий, одетый с иголочки, вошел в бар Физжеральд и мой. — А, Чарли! — приветствовал его Герцтвуд, показываясь в дверях своего кабинета. Друэ пересек зал и заглянул к управляющему барам, который снова сел за письменный стол. — Когда опять в дорогу? — спросил Герцтвуд. — В самом скором времени, — ответил Друэ. — Я почти не видел вас в этот ваш приезд, — заметил Герцтвуд. — Да, я был очень занят, — пояснил Друэ. — Приятели несколько минут поговорили на общие темы. — Послушайте, — сказал Друэ. Точно его вдруг осенила гениальная мысль. — Я хотел бы как-нибудь вечерком вытащить вас отсюда. — Куда же это? — удивился Герцтвуд. — Ну, разумеется, ко мне домой, — улыбаясь, — ответил Друэ. Глаза Герцтвуда лукаво блеснули, по губам скользнула легкая усмешка. Он со свойственной ему проницательностью поглядел на Друэ, потом сказал тоном, подобающим джентльмену. — Благодарю. — Охотно приду. — Мы чудесно сыграем в картишки. — Можно мне принести с собой бутылочку шампанского? — спросил Герцтвуд. — Сделайте одолжение, — сказал Друэ. — Я вас кое с кем познакомлю. Глава девятая. В мире условностей. Зеленые глаза зависти. Дом, где жил Герцтвуд на северной стороне близ Линкольн-парка, был обычным по тем временам трехэтажным кирпичным особняком. Первый этаж был расположен чуть ниже уровня улицы. На фасаде второго этажа было большое окно-фонарь, выходившее на зеленую лужайку футов 25 в ширину и 10 в длину. За домом находился дворик с конюшней, где Герцтвуд держал свою лошадь и рессорную двуколку. В доме было 10 комнат. Их занимали сам Герцтвуд, его жена Джулия, сын Джордж, дочь Джессика и служанка, одна, то, другая, так как на миссис Герцтвуд нелегко было угодить. — Джордж, я вчера отпустила Мэри. Этими словами нередко начинался разговор за обеденным столом. — Ладно, — отвечал в таких случаях Герцтвуд, которому давно уже надоело обсуждать эту острую тему. Домашний уют — одно из сокровищ мира. Нет на свете ничего столь ласкового, тонкого и столь благоприятствующего воспитанию нравственной силы и справедливости в людях, привыкших к нему сколыбели. Тем, кто не испытывал на себе его благотворного влияния, не понять, почему у иных людей навертываются на глаза слезы от какого-то странного ощущения при звуках прекрасной музыки. Им неведомы таинственные созвучия, которые заставляют трепетать и биться в унисон сердца других. В доме Герцтвуда едва ли ощущалась приятная атмосфера домашнего очага. Здесь недоставало той терпимости и взаимного уважения, без которых дом — ничто. Квартира была превосходно обставлена в соответствии со вкусами обитателей дома. Тут были мягкие ковры, роскошные кресла и диваны, большой рояль, мраморное извояние какой-то неизвестной Венеры, творение неизвестного скульптора, и множество бронзовых статуэток, собранных бог весть откуда. Крупные мебельные фирмы продают их вместе с обстановкой, уверяя покупателей, что их необходимо иметь в каждом хорошем доме. В столовой буфет сверкал графинами и прочей хрустальной посудой. Все здесь было расставлено в строжайшем порядке, не допускавшем никаких отступлений. В этом Герцтвуд знал толп. Он изучал это годами в своем деле. Ему доставляло немалое удовольствие объяснять каждой новой мэрии, вскоре после ее водворения в доме, назначение всех вещей на буфете. Герцтвуда ни в коем случае нельзя было назвать болтливым. Напротив, в его отношении ко всем домашним чувствовалась сдержанность, подобающая, как принято считать, джентльмену. Он никогда не вступал в пререкание, никогда не говорил лишнего, в нем было что-то педантичное. То, чего он не мог изменить или исправить, он оставлял без внимания, предпочитая держаться в стороне. Было время, когда Герцтвуд нежно любил свою дочь Джессику, особенно когда был помоложе и еще не достиг успеха в делах. Однако теперь, на семнадцатом году жизни, в характере Джессики появились некоторая замкнутость и независимость. Ни то, ни другое не способствовало излияниям родительской нежности. Она посещала среднюю школу, и ее взгляды на жизнь были бы под стать истинной патрицианке. Джессика любила красивые наряды и не переставала требовать все новых и новых. Она мечтала о любви и собственном роскошном доме. В школе она познакомилась с дочерьми очень богатых людей, владельцев или совладельцев крупных предприятий, а эти девушки держали себя так, как того требовала их среда. Джессика интересовалась только такими подругами. Джордж, которому шел двадцатый год, уже занимал хорошее место в крупном агентстве по продаже недвижимости. Он ничего не платил за свое содержание, так как считалось, что он копит деньги, чтобы со временем приобрести землю. Это был способный и тщеславный молодой человек, которому любовь к наслаждениям пока еще не очень мешала выполнять свои служебные обязанности. Джордж приходил и уходил, когда и куда ему было угодно, и лишь изредка перекидывался несколькими словами с матерью или рассказывал какой-нибудь забавный случай отцу, но большей частью ограничивался общими фразами. Молодой человек никому не открывал своих желаний, тем более что в доме никто особенно и не интересовался ими. Миссис Герцвуд принадлежала к тем женщинам, которые всю жизнь стремятся блистать в обществе, и искренне огорчалась, если видела, что кто-то преуспевает в этом больше, чем она. Она смотрела на жизнь глазами того костного круга избранных, куда она не была допущена, но мечтала когда-нибудь попасть. Впрочем, она уже начинала понимать, что для нее это недостижимо, но надеялась на лучшую долю для дочери. Возможно, что благодаря Джессике ей и самой удастся занять более видное положение в обществе, размышляла она. Успех ее сына, пожалуй, когда-нибудь даст ей право гордо называть себя примерной матерью. Ее муж тоже более или менее преуспевал в делах, и она рассчитывала, что мелкие аферы Герцвуда с недвижимостью принесут хорошие плоды. Пока его доход был не дурен, хотя и скромен, а место управляющего баром Фитцжеральд и мой было надежное. Оба владельца бара находились с ним в хороших и совсем неофициальных отношениях. Легко себе представить, что за атмосферу могли создать в доме члены подобной семьи. Она складывалась из тысячи мелких разговоров одного и того же уровня. «Я еду завтра в Фокслейк», — сообщил Джордж-младший за обедом в пятницу вечером. «А что это такое?» — спросила миссис Герцвуд. «Эдди Фарроэр купил новую правую яхту и приглашает посмотреть, какова она на ходу». «Много она ему стоила?» «О, свыше двух тысяч долларов», — говорят, яхта первый сорт. «Видно, старик Фарроэй изрядно зарабатывает», — сказал Герцвуд. «Ну еще бы», — Джек говорит, — «они стали экспортировать сигары в Австралию, а на прошлой неделе отправили большую партию в Капштадт». «Подумать только», — изумилась миссис Герцвуд. «Всего каких-нибудь четыре года назад они арендовали подвал на Мэдисон-стрит». «Джек говорил мне, что весною они будут строить шестиэтажный дом на Робби-стрит». «Подумать только», — воскликнула Джессика. В тот вечер, когда происходил этот разговор, Герцвуд намеревался рано уйти из дому. «Мне нужно сегодня в город», — сказал он, отодвигая стул. «А мы пойдем в понедельник в театр Мак-Виккера», — спросила миссис Герцвуд, не вставая с места. «Да», — безразличным голосом ответил муж. Семья продолжала обедать, а Герцвуд поднялся наверх за пальто и шляпой. Вскоре внизу хлопнула дверь. «Папа ушел», — заметила Джессика. «Школьные новости Джессики носили особый характер. Наши устраивают спектакль в лицее», — однажды сказала она, — «и я буду в нем участвовать». «Вот как», — отозвалась мать. «Да, и мне нужно будет новое платье. В спектакле участвуют самые красивые девушки школы. Мисс Пальмер играет порцию». «Вот как», — повторила миссис Герцвуд. «Они опять пригласили эту Марту Гризволд. Она воображает, будто умеет играть». «Ее семья, кажется, ничего собой не представляет». С интересом осмедлилась миссис Герцвуд. «У них, я слыхала, ничего за душой нет?» «Конечно, нет. Эти люди бедны, как церковные крысы». Джессика весьма тщательно выбирала знакомства среди учившихся в школе юношей, многие из которых пленялись ее красотой. «Как тебе нравится?» — возмущенно заявила она однажды вечером матери. «Этот Герберт Крейн пытается подружиться со мной». «А кто он такой, дорогая?» — спросила миссис Герцвуд. «О, ровным следом никто», — ответила Джессика и надула прелестные губки. «Просто студент, а денег не цента». Совсем другое было дело, когда Джессику однажды проводил домой молодой Блайфорд, сын мыльного фабриканта. Миссис Герцвуд в это время читала, сидя в качалке у окна одной из верхних комнат. Случайно она выглянула на улицу. «Кто это был с тобой?» — спросила она, как только девушка поднялась к ней. «Это молодой Блайфорд, мама». «Неужели?» — только и вымолвила миссис Герцвуд. «И он приглашает меня пройтись с ним по парку», — добавила Джессика, разрумянившаяся от быстрого бега по лестнице. «Хорошо, дорогая, иди», — сказала миссис Герцвуд. «Только не задерживайся в парке долго». Когда молодые люди вышли на улицу, миссис Герцвуд, чрезвычайно заинтересованная, снова выглянула из окна. Это было приятное зрелище, чрезвычайно приятное. В такой атмосфере Герцвуд жил много лет, никогда не давая себе труда призадуматься над своей семейной жизнью. Он был не из тех, кого мучает стремление к лучшему, если только это лучшее не находится под рукой и не является собою резкий контраст с окружающим. В сущности, он не только давал, но и получал. Порою его раздражали мелочные проявления эгоизма и равнодушия в семье. Порою он испытывал удовольствие при виде нарядов жены или дочери, считая, что это повышает его престиж и положение в обществе. Он жил только жизнью бара, которым управлял. Там он проводил большую часть своего времени, а когда он возвращался по вечерам... Все в доме выглядело приятно. Обед, за редкими исключениями, бывал довольно сносный, такой, какой может приготовить кухарка средней руки. Его в известной мере интересовало то, что рассказывали за столом сын и дочь. Они всегда выглядели так элегантно. Миссис Герцтвуд из тщеславия даже дома одевалась чересчур нарядно, но Герцтвуд находил, что это куда лучше, чем ходить неряхой. Любви друг к другу у них уже не было. Не было также и острого взаимного недовольства. Миссис Герцтвуд никогда не высказывала неожиданных суждений. Кроме того, супруги так мало разговаривали между собой, что у них и не могло возникнуть разногласий. У него, как говорится, были свои понятия, а у нее свои. Иногда Герцтвуд встречал на своем пути какую-нибудь женщину, живую, остроумную и молодую, по сравнению с которой его жена сильно проигрывала. Но приходящее чувство неудовлетворенности, вызванное подобной встречей, уравновешивалось в Герцтвуде сознанием своего солидного общественного положения и некоторыми соображениями. Ведь семейные неурядицы могли бы вредно отозваться на его отношениях с владельцами бара. Они не потерпели бы скандала. Чтобы занимать такое место, человек должен обладать достойными манерами, безупречной репутацией и образованной семьей. Вот почему Герцтвуд был весьма осторожен во всех своих поступках и в общественных местах неизменно появлялся с женой и детьми. Они ездили отдыхать на местные курорты или в находящийся неподалеку штат Висконсин и проводили там чопорно и скучно несколько дней, посещая места, которые полагалось посещать, делая все то, что полагалось делать. Герцтвуд знал, что это необходимо. Когда случалось, что кто-нибудь из его знакомых, человек со средствами, попадал в неприятную историю, Герцтвуд скорбно качал головой. О таких вещах не следовало даже говорить. Но если на эту тему все-таки заходил разговор среди людей, которых он считал близкими друзьями, он искренне осуждал провинившегося. Не в том беда, что он это сделал. Все мужчины делают такие вещи, но почему он был недостаточно осторожен? Осторожность никогда не повредит. Герцтвуд тотчас же терял всякое сочувствие к человеку, который совершил проступок и был пойман с поличным. Все эти соображения заставляли Герцтвуда по-прежнему оказывать некоторое внимание жене и иногда брать ее с собой. Это было бы ему, конечно, довольно тягостно, если бы он в таких случаях не встречался со знакомыми и не позволял себе маленьких развлечений, независящих от присутствия или отсутствия жены. Иной раз он с непритворным любопытством наблюдал за ней, так как миссис Герцтвуд была еще красивая женщина, и мужчины нередко заглядывались на нее. Она была общительна, тщеславна, падка на лесть, и Герцтвуд понимал, что эти черты характера легко могут привести ее к трагедии. По складу своего ума Герцтвуд не особенно доверял женской стойкости, а его жена никогда не обладала такими достоинствами, которые внушали бы ему восхищение и доверие. Пока она страстно любила его, он еще способен был, пожалуй, верить ей, но когда исчезла эта связующая цепь, мало ли что могло случиться. За последний год или два расходы семьи сильно возросли. Джессика не переставала требовать все новых нарядов, да и миссис Герцтвуд, нежелавшая, чтобы дочь затмевала ее, тоже частенько освежала свой гардероб. — Герцтвуд долгое время молчал, но потом начал роптать. — Джессике нужен новый костюм, — сказала как-то утром миссис Герцтвуд. Герцтвуд стоял перед зеркалом и надевал один из своих умопомрачительных жилетов. — Насколько мне помнится, ей совсем недавно что-то купили, — заметил он. — Совершенно верно, — спокойно подтвердила жена, — но то было вечернее платье. — По-моему, Джессика в последнее время слишком много тратит на туалеты, — сказал Герцтвуд. — Ну что же она теперь чаще бывает в обществе, — невозмутимо ответила жена. Но в голосе мужа она уловила нотки, которых раньше никогда не слыхала. Герцтвуд разъезжал не особенно много, но если ему случалось куда-нибудь ехать, он неизменно брал с собой жену. Однажды группа членов муниципалитета задумала устроить увеселительную прогулку в Филадельфию, и Герцтвуду предложили присоединиться к ним. — В Филадельфии нас никто не знает, — сказал ему один из участников поездки, лицо которого достаточно ярко свидетельствовало о тупости и склонности к плотским удовольствиям, и мы можем там хорошенько повеселиться. При этом он левым глазом чуть заметно подмигнул Герцтвуду и слегка склонил на бок голову, на которой красовался великолепный шелковый цилиндр. — Непременно поезжайте с нами, Джордж, — добавил он. На следующий день Герцтвуд сообщил жене о своем намерении. — Я уезжаю на несколько дней, Джулия. — Куда? — спросила та, подняв на него глаза. — В Филадельфию. — По делу. Миссис Герцтвуд пристально посмотрела на мужа, точно ожидая еще чего-то. — На этот раз мне не удастся взять себя с собой, — добавил Герцтвуд. — Ну, нет так нет, — ответила она. Но мужу было ясно, что она находит это странным. Прежде чем он ушел, она задала ему еще несколько вопросов, и это вызвало у Герцтвуда раздражение. Он начал подумывать, что его жена — неприятная обуза. Герцтвуд получил от поездки в Филадельфию большое удовольствие и испытывал сожаление, когда настало время возвращаться. Он не любил лгать. И ему противно было измышлять объяснение. Разговор не пошел дальше замечаний общего характера, но миссис Герцтвуд еще долго размышляла о нем. Она стала больше выезжать, еще лучше одеваться и чаще посещать театры, чтобы вознаградить себя за перенесенную обиду. Такую атмосферу едва ли можно было назвать приятной семейной жизнью, и текла здесь эта жизнь по привычному, раз и навсегда установленному образцу, повинуясь силе условностей. Но по мере того, как время шло, отношения становились все суше и суше, рано или поздно должен был произойти взрыв и все разнести в прах. Глава десятая. Зима в роли советчика. Посол Фортуны. В свете принятого в обществе отношения к женщине и ее обязанностям, душевное состояние Кэрри заслуживает некоторого пояснения. Чаши весов, на которых измеряются поступки, подобные тому, что совершила она, колеблются чрезвычайно прихотливо. Общество имеет установленное мерило для всех поступков. Все мужчины должны быть честны, все женщины добродетельны. А потому... Ох, преступница, как смело ты перешагнуть за пределы дозволенного! При всей широте взглядов Спенсера и наших современных философов-натуралистов, мы все же находимся на уровне чисто детского восприятия морали. Это значит несколько больше, чем простое подчинение законам, действующим только на Земле. Все это гораздо сложнее, чем нам представляется, по крайней мере, сейчас. Ответьте, например, почему трепещет сердце? Объясните, почему какой-нибудь жалобный напев бродит по всему миру, никогда не умирая. Откройте ту таинственную силу, под воздействием которой распускается навстречу солнцу и дождю алый факел розы. В сокровенной сути этих явлений и таятся первосновы морали. О, как сладостна моя победа! — размышлял Друэя. «Что же я, собственно, потеряла?» — размышляла Керри, терзаемая мрачными предчувствиями. И вот мы, серьезные, пытливые и недоумевающие, стоим перед древней как мир проблемой, стараясь установить истинные принципы нравственности, найти точный ответ на вопрос, что есть добро. С точки зрения некоторых слоев общества Керри теперь была устроена недурно. С точки зрения тех, кто умирал с голоду, кто страдал от порывов холодного ветра, кто мог под дождем, Керри укрылась в тихую гавань. Друэя снял для нее квартиру из трех меблированных комнат на Огден-сквер на западной стороне, как раз напротив Юнион-парка. И тогда уже эта площадь, красивее которой не сыскать сейчас в Чикаго, представляла собою сплошной зеленый газон, здесь дышалась легче, чем в густо застроенных кварталах. Из окон открывался чудесный вид. Гостиная выходила прямо на просторную лужайку парка, сейчас уже побуревшую, где отливал серебром маленький пруд. Над оголенными ветвями деревьев, покачивавшихся под напором зимнего ветра, выселся шпиль церкви конгрегационалистов. Вдали виднелись колокольни других церквей. Комнаты были хорошо обставлены. На полу в гостиной лежал ковер богатых темно-красных и лимонных тонов. На нем были изображены жардиньерки с пышными небывалых размеров цветами. Между двумя окнами сверкало трюмо. В одном углу стоял мягкий широкий плюшевый диван, вокруг несколько качалок, две-три картины, маленькие коврики и кое-какие безделушечки. Дружки дополняли убранство этой комнаты. В спальне стоял сундук Керри, подаренный ей Друэ, а в платяном шкафу, вделанном в стену, рядами висели платья, и все они ей шли. Керри никогда в жизни не имела столько платьев. Третьей комнатой можно было пользоваться как кухней. Там Друэ посоветовал Керри поставить маленькую переносную газовую плиту, чтобы готовить завтраки и легкую закуску, гринки с сыром, устрицы и прочие любимые его блюда. И, наконец, в квартире была ванная. Все комнаты были приветливые, освещались газом, и помимо центрального отопления там еще был маленький камин, вносивший много уюта. Благодаря старательности Керри и ее врожденной любви к порядку, квартирка имела чрезвычайно привлекательный вид. Керри жила здесь, не зная затруднений, которые раньше вставали перед ней на каждом шагу, но зато, обремененная новыми нравственными проблемами, ее взаимоотношения с окружающим миром так изменились, что она сама стала как бы иным человеком. Она заглядывала в зеркало и видела там другую Керри, которая была красивее прежней. Она заглядывала себе в душу зеркало, составленное из представлений своих и чужих, и видела там Керри, которая была хуже прежней. А настоящая Керри колебалась между этими двумя образами, не зная, который из них считать верным. «Какая ты красавица!» — неоднократно восклицал Друэ. Керри глядела на него большими сияющими глазами. «Ты это, наверное, и сама знаешь», — продолжал он. «О, ничего я не знаю», — обычно отвечала Керри. Она радовалась, что он такого мнения о ней, и, не решаясь верить, все же верила и упивалась его лестью. Но Друэ, который был заинтересован в том, чтобы льстить ей, не мог быть ее совестью. В душе своей Керри слышала совсем другой голос. С ним она спорила, перед ним она оправдывалась, его она пыталась задобрить. Ее совесть в конечном итоге не была непогрешимым и мудрым советчиком. Это была маленькая, заурядная совесть, олицетворявшая ее мирок, ее прежнюю среду, обычаи и условности. Для такой совести глаз народа поистине был глазом божьим. «Эх ты, пропащая!» — шептал ей этот голос. «Почему?» — спрашивала Керри. «Посмотри на людей!» — шептал голос в ответ. «Посмотри на честных людей! С каким бы презрением они отвернулись, если бы им предложили сделать то, что сделала ты? Посмотри на честных девушек! Все они отвернулись бы от тебя, узнав, какой ты оказалась слабой. Ты даже не пыталась сопротивляться и сразу пала». Керри слышала этот голос в те часы, когда она оставалась дома одна и, сидя у окна, глядела в парк. Он напоминал о себе не так уж часто, разве что в тех случаях, когда возле Керри не было друэ, когда не так открыто бросалась в глаза приятная сторона ее жизни. В начале голос звучал довольно резко, хотя и не совсем убедительно. У Керри всегда был на готове ответ, надвигалась зима, и так страшили завывание ветра, а она была так одинока, к тому же ей так хотелось увидеть настоящую жизнь. Ее судьбой распорядилась нужда, а не сама она. Едва минуют ясные летние дни, город закутывается в темно-серый плащ, который не сбрасывает всю зиму. Серыми кажутся бесконечные ряды зданий, небо и улицы принимают свинцовый оттенок, а оголенные деревья, пыль, вздымаемая ветром, обрывки бумаги, летающей в воздухе, лишь усугубляют неприглядность и мрачность картины. Порывы холодного ветра, проносящегося по длинным узким мостовым, наводят жалкое уныние, которое ощущают не только поэты и художники, не только люди с высоким складом ума, претендующие на особую душевную утонченность, но даже и подлецы, и вообще все люди, да, обыкновенные люди, чувствуют это уныние не меньше поэтов, хотя они обладают их даром выражать свои чувства. И воробошек, сидящий на телеграфном столбе, и кошка, спрятавшаяся в подъезде, и ломовая лошадь, с трудом влачащая по клажу, все знают, каково лютое дыхание зимы. Зима наносит удар в сердце всему живому. С ее приходом наступают тяжелые дни и для зверей, и для растений. Если бы не искусственные огни веселья, если бы не суета, создаваемая жаждой развлечений, и не бешеная погоня торговцев за барышами, если бы не роскошные витрины, и которыми владельцы украшают свои магазины и внутри, и снаружи, если бы не яркие разноцветные рекламы, которыми изобилуют наши улицы, если бы не толпы снули, мы, люди, быстро почувствовали бы, как тяжко ледяная рука зимы ложится нам на сердце, и как гнетущие те долгие дни, когда солнце не дает нам достаточно света и тепла. Мы сами не сознаем, до какой степени зависим от явлений природы. В сущности, мы те же насекомые, вызванные к жизни теплом и гибнущие без него. И среди уныния таких вот серых дней и тайный голос звучал все реже и реже. Нельзя сказать, чтобы Керри была подавлена этим внутренним разладом. Характер ее ни в коем случае нельзя было назвать угрюмым. К тому же она не обладала достаточным умом, чтобы настойчиво добиваться правды. Не находя выхода из лабиринта путанных мыслей, возникавших вокруг какой-нибудь проблемы, она предпочитала совсем выкинуть их из головы. Друэмеш тем, для человека его типа, вел себя безукоризненно. Он всячески развлекал Керри, много тратил на нее и брал ее с собой в деловые поездки. Иной раз она оставалась одна, две на два, на три, пока он колесил по близлежащим городам, но, как правило, они почти не расставались. — Послушай, Керри, — сказал однажды утром Друэ, вскоре после того, как они обосновались на новой квартире. — Я пригласил моего приятеля Герцтвуда провести с нами вечерок. — Кто он такой? — насторожилась Керри. — О, это чудеснейший человек. Он управляющий у Фитцжеральда и Моя. — А что это такое? — Очень изысканный бар, один из лучших в городе. Керри была немного озадачена. Она задумалась над тем, что мог сказать о ней Друэ своему другу и как ей следует держать себя в его обществе. — Ты не беспокойся, — сказал Друэ, точно угадывая ее мысли. Он ничего не знает. — Ты теперь миссис Друэ. Его слова показались Керри не совсем тактичными. Она убедилась, что Друэ не обладает чуткостью. — Почему же мы не обвенчаемся? — спросила она, вспомнив о его многоречивых обещаниях. — Подожди, обвенчаемся, — отвечал он. — Дай мне только обделать дельца, которым я сейчас занят. Друэ имел в виду несуществующее наследство, с которым якобы была большая возня. Дело требовало столько внимания, что каким-то образом мешало его личной жизни. — Вот в январе я вернусь из Денвера, и мы обвенчаемся. Эти слова давали Керри некоторую надежду, служившую целебным бальзамом для ее совести. Открывался прекрасный выход из положения. Все еще могло быть исправлено, ее поступок будет оправдан. Керри не была по-настоящему влюблена в Друэ. Она была гораздо умнее его и смутно догадывалась, что ему многого недостает. Если бы не это обстоятельство, если бы она не могла оценивать его беспристрастно и не разгадала бы его, ее положение было бы гораздо хуже. Она обожала бы его и была бы глубоко несчастной от страха, что не сумеет добиться его любви, что у него может пропасть интерес к ней, что он бросит ее, и она останется без всякой опоры. А так Керри лишь вначале слегка тревожилась за свою дальнейшую судьбу, пытаясь завладеть Друэ целиком, но потом стала спокойно выжидать. Она не была уверена, что он таков, каким она его считает, и сама не знала, чего ей хотелось. Когда явился Герцтвуд, Керри увидела перед собой человека в сто раз умнее Друэ. Он относился к женщинам с тем особым почтением, которое они так ценят. Он не обнаружил ни чрезмерного восхищения, ни излишней смелости. Его обаяние усиливалось исключительной предупредительностью. Он прошел хорошую школу, научившись завоевывать симпатии обеспеченных людей, крупных дельцов и людей искусства, с которыми ему приходилось сталкиваться в баре, и с большим тактом умел очаровывать тех, кто ему нравился. Из хорошеньких женщин больше всего его привлекали те, в коих он замечал некоторую утонченность чувств. Он был мягок, спокоен, уверен в себе, и, казалось, его единственное желание угождать во всем своей даме. Дрой сам вел себя так, когда игра стоила свеч, но он обладал слишком большим самомнением, чтобы выработать в себе тот изысканный лоск, который украшал Герцтвуда. Дрой был слишком жизнерадостен, слишком полон кипучей энергии и слишком самоуверен. Он имел успех у женщин, не особенно изощренных в искусстве любви, но он терпел жестокие поражения, когда ему случалось столкнуться с женщиной, более или менее опытной и обладающей природной утонченностью. В Керри Дрой обнаружил много тонкостей, но ни малейшего опыта в искусстве любви. Ему попросту повезло. Случай, так сказать, сам привел к нему Керри. Несколькими годами позже, когда Керри приобрела жизненный опыт и добилась пусть даже незначительного успеха, ему не удалось бы даже близко подойти к ней. «Вам следовало бы купить рояль, Дрой, сказал пришедший к ним в назначенный вечер Герцтвуд и с улыбкой посмотрел на Керри. Ваша жена могла бы тогда играть». Эта мысль даже не приходила в голову Дрой несколько недель. В этот вечер Герцтвуд был в ударе. Костюм на нем был с иголочки и очень элегантный. Лацканы пиджака из превосходной ткани были в меру приутюжены, на жилете в шотландскую клетку поблескивал двойной ряд круглых перламутровых пуговиц. Шелковый галстук, переливавший разными цветами, не был кричащим, но в то же время его нельзя было назвать неприметным. В отличие от Друэ, Герцтвуд был одет отнюдь не броско, но Керри сразу оценила покрой и качество материала. Ботинки Герцтвуда из мягкого черного шевро были начищены до блеска, но не слишком ярко, и хотя Друэ носил лакированную обувь, Керри подумала, что мягкая кожа куда больше подходит к столь изысканной строгости костюма. Почти бессознательно подмечала она все эти мелочи, и это было естественно, так как к внешности Друэ она уже успела привыкнуть. «Не сыграть ли нам партию в Юкер?» предложил немного погодя Герцтвуд. Он весьма дипломатично избегал всего, что могло показать, будто он что-нибудь знает о прошлом Керри. Он вообще не касался личности и говорил только на общие темы. Благодаря этому Керри почувствовала себя вполне непринужденно, внимание и веселые шутки Герцтвуда привели ее в отличное настроение. К тому же он делал вид, будто его серьезно интересует все, что она говорит. «Я ведь не знаю правил игры», сказала Керри. «Чарли, вы неисправно исполняете свои обязанности», шутливо обратился Герцтвуд к Друэ, «но между нами говоря, мы вас можем научить», добавил он. Со свойственным ему тактом Герцтвуд дал понять Друэ, что восхищен его выбором. Он держался так, будто пребывание в этом доме доставляло ему огромное удовольствие. Друэ чувствовал, что сблизился с Герцтвудом еще больше, и к Керри он стал относиться с большим уважением. Одобренное Герцтвудом, Керри стала перед ним в новом свете, атмосфера в гостиной значительно оживилась. «Дайте-ка я посмотрю, что вам досталось», сказал Герцтвуд, корректно заглядывая в карты Керри через ее плечо. Несколько секунд он изучал ее карты и, наконец, сказал «Совсем неплохо, вам везет. Сейчас я научу вас, как обыграть вашего мужа. Вы только слушайтесь меня». «Позвольте», запротестовал Друэ, «если вы вдвоем против меня, то мне, конечно, крышка. Герцтвуд здорово играет в карты». «Нет, это все ваша жена. Она и мне приносит счастье. Почему бы ей и не выигрывать?» Кэрри бросила благодарный взгляд Герцтвуду и улыбнулась Друэ. «Первый придал своему лицу выражение обыкновенной дружеской симпатии. Он пришел сюда с целью приятно провести вечер. Все, что Кэрри делает, доставляет ему удовольствие только и всего». «Так-так», задумчиво промолвил он, и, придержав одну из хороших карт, дал Кэрри возможность получить лишнюю взятку. «Я бы сказал, что недурно сыграно для начинающей», добавил он. Кэрри весело хохотала, забирая взятки, казалось, помощь Герцтвуда делала ее непобедимой. А тот лишь изредка смотрел на нее, и когда смотрел, взгляд его светился мягким светом, в нем не отражалось ничего, кроме задушевного и доброго товарищеского отношения. Он далеко запрятал хитрое и жестокое выражение своих глаз, и во взгляде его было лишь самое невинное восхищение. Кэрри была в праве думать, что ее общество доставляет ему удовольствие, она чувствовала, что кажется ему привлекательной. Это несправедливо так играть и совсем даром, сказал Герцтвуд, и запустив руку в маленький карманчик жилета, где лежал кошелек для мелочи, добавил, давайте играть по десяти центов. Ладно, согласился друе и полез в карман за деньгами. Но Герцтвуд опередил его, в руках у него оказалась горсть новеньких десятицентовиков. «Пожалуйста», сказал он, снабжая каждого из партнеров маленькой стопкой монет. «О, сейчас начнется азартная игра», сказала Керри. «Это очень дурно?» «Ничего подобного», возразил друе, «это просто забава, если ты не будешь делать большие ставки, то попадешь прямо в рай». «Не морализируйте», сказал Герцтвуд, обращаясь к Керри, «пока не увидите, что будет дальше». Друе улыбнулся. «Если выигрыш достанется вашему мужу», продолжал Герцтвуд, «он объяснит вам, как это дурно». Друе громко расхохотался. Голос Герцтвуда звучал так располагающе, а его обаяние было так ощутимо, что и Керри тоже не могла не засмеяться. «Когда вы уезжаете, спросил Герцтвуд приятеля?» «В среду», ответил Друе. «Нелегко вам должно быть приходиться с мужем, который вечно в бегах», сказал Герцтвуд, глядя на Керри. «На этот раз мы поедем вместе», заметил Друе. «До отъезда вы непременно должны пойти со мной в театр», сказал Герцтвуд. «Отлично», согласился Друе. «Как ты думаешь, Керри?» «Я бы охотно пошла», ответила она. Герцтвуд сделал все, что мог, чтобы дать Керри выиграть. Он радовался ее успехам, подсчитывал ее выигрыши, наконец, собрал деньги и положил ей в руку. Когда игра кончилась, Керри накрыла стол и подала легкую закуску с вином, которое принес с собой Герцтвуд, а после ужина он все с тем же тактом не стал засиживаться. «Помните», сказал он при прощании, обращаясь сперва к Керри, а затем переводя взгляд на Друе, что вы должны быть готовы к половине восьмого, я заеду за вами. Друе и Керри проводили гости до дверей. На улице мягко светились красные фонари поджидавшего его Кэба. «Вот что, когда вы уедете и ваша супруга останется одна», сказал Герцтвуд тоном доброго приятеля, «вы должны разрешить мне немного развлечь ее, чтобы она не слишком тосковала в ваше отсутствие». «О, конечно», сказал Друе, чрезвычайно польщенный вниманием Герцтвуда. «Вы очень добры», прибавила со своей стороны Керри. «Нисколько», сказал Герцтвуд, «ваш муж на моем месте несомненно сделал бы то же самое». Он улыбнулся и стал спускаться со ступенек. Гость произвел на Керри сильное впечатление. Она никогда еще не сталкивалась с таким обаятельным человеком. Что касается Друе, то и он был очень доволен. «Удивительно милый человек», сказал он, «когда они вернулись в свою уютную гостиную. И к тому же хороший друг». «Видимо, да», согласилась Керри. Глава одиннадцатая Голос искушения под охраной чувств Керри быстро ознакомилась с жизнью, вернее, с внешними ее формами. Видя какую-нибудь вещь, Керри тотчас спрашивала себя, пойдет ли ей это. Да будет известно, что подобный метод мышления не является признаком мудрости или утонченности чувств. Красивый наряд всегда был для Керри чем-то весьма убедительным. Он говорил в свою пользу мягко и вкрадчиво как иезуит. И желание обладать им заставляло Керри охотно прислушиваться, когда какой-нибудь наряд взывал к ней голос так называемого неодушевленного. Кто сумеет перевести на наш язык красноречие драгоценных камней? «Дорогая моя, — говорил кружевной воротничок, приобретенный ею у Партриджа. Полюбуйся только, до чего я тебе к лицу. Ни в коем случае не отказывайся от меня». «Ах, какие прелестные ножки!» говорила кожа мягких новых туфель. «Как красиво я их облегаю! Какая жалость, если им будет не доставать меня!» И только лишь когда желанные вещи оказывались у Керри в руках или же на ней, она обретала способность думать о том, что надо отказаться от них. Мысль о том, каким путем они ей доставались, мучила Керри, но она всеми силами старалась прогнать сомнения, потому что не могла бы отказаться от нарядов. «Надень старое платье и стоптанные башмаки!» тщетно взывал к ней голос совести. Керри еще, пожалуй, могла бы побороть свой страх перед голодом и вернуться к старому. Под давлением совести она еще могла бы внять внутреннему голосу и не побояться тяжести труда, жалкого прозябания и лишений, но испортить свою внешность, одеться в отрепье, снова обрести нищенский вид никогда. Друэ всячески укреплял в Керри уверенность правильности ее поступков и суждений, ослабляя таким образом ее способность к сопротивлению разным соблазнам. А добиться этого совсем не трудно, особенно, когда наше мнение сходится с желанием. Со свойственной ему задушевностью Друэ без конца твердил, что она очень хороша и смотрел на нее восхищенными глазами, а Керри все принимала за чистую монету. При таких обстоятельствах ей не было нужды держать себя так, как обычно держатся хорошенькие женщины, однако она стала быстро усваивать эту премудрость. Друэ обладал свойственной людям его склада привычкой провожать глазами на улице нарядных и хорошеньких женщин и отпускать на их счет замечания. У него было какое-то чисто женское пристрастие к красивой одежде и благодаря этому он прекрасно разбирался если не в уме то в туалетах женщин. Друэ внимательно приглядывался к тому как ходят элегантные дамы, как они ставят ножку, как держат голову, как изгибают свое тело на ходу, грациозное колыхание бедер распаляло его как пьяницу мысль о стакане хорошего вина. Он чрезвычайно ценил и любил в женщинах то, сами больше всего любят и ценят в себе изящество. Перед алтарем изящество он вместе с ними преклонял колено как горячо верующий. «Ты обратила внимание на ту даму, что сейчас прошла?» спросил он Кэрри в первый же день, когда они вместе вышли погулять. Какая у нее походка! Кэрри внимательно посмотрела на даму, чья грация заслужила его похвалу. «Да, ты прав», отозвалась она, и у нее мелькнула догадка, что, быть может, ей самой как раз этого и не достает. Если это так красиво, ей надо присмотреться к этим дамам повнимательнее. У нее возникло инстинктивное желание подражать таким женщинам, без сомнения, и она может ходить не хуже. Когда женщина с умом Кэрри видит вещи, на которые бескрестанно обращают ее внимание, которыми без конца восхищаются, она делает из этого логический вывод, и потом применяет его в жизни. У Друэ не хватало ума понять бестактность своих замечаний, ему и в голову не приходило, что гораздо лучше было бы внушать Кэрри, что она должна превзойти самое себя, а не других женщин, которые якобы лучше ее. Он не стал бы так обращаться с более зрелой, более искушенной женщиной, но в Кэрри он видел только неопытность. Менее умный, чем она, Друэ, естественно, не в состоянии был понять, что обижает ее. Он продолжал воспитывать ее, нанося своей жертве новые душевные раны, а это было неразумно со стороны человека, чье восхищение ученицы росло день ото дня. Кэрри безропотно выслушивала его наставления, понимая постепенно, что именно нравится Друэ, она понемногу училась видеть его недостатки. Мужчина сильно теряет во мнении женщины, если он щедро растачает свои восторги перед другими. В глазах женщины только один предмет достоин высшей похвалы, она сама. Чтобы иметь успех у многих женщин, нужно целиком отдавать себя. У себя в квартире Кэрри тоже черпала немало сведений о том, что якобы необходимо настоящей даме. В одном доме с нею жил некий Фрэнк Гейл, директор театра «Стандарт», вместе с женой. Миссис Гейл была миловидной брюнеткой лет 35. Супруги Гейл принадлежали категории людей, весьма многочисленные в современной Америке людей, которые живут прилично, хотя и ничего не имеют за душой. Гейл получал 45 долларов в неделю. Его жена, обладая привлекательной внешностью, не желала признавать свой возраст, ей не хотелось возиться с хозяйством и воспитывать детей. Как и Друэ с Кэрри, супруги Гейл занимали три меблированных комнаты, только этажом выше. Кэрри скоро познакомилась с миссис Гейл и вместе с нею гуляла по городу. Долгое время она была единственной знакомой. Болтовня приятельницы служила призмой, сквозь которую Кэрри смотрела на мир. Всякого рода пошлости, преклонения перед деньгами и избитые представления о морали, таившиеся в пассивном уме миссис Гейл, естественно, оказали свое воздействие на Кэрри и на какое-то время внесли страшную путаницу в ее взгляды на жизнь. Но, с другой стороны, Кэрри и сама, руководствуясь каким-то внутренним чутьем, вносила во все это кое-какие коррективы. Ей нельзя было отказать в постоянном стремлении к чему-то лучшему. Те впечатления, что взывают к нашему сердцу, указывали ей правильный путь.